видно прекрасно у нас все записывается вставляется в интернет вы не против да конечно конечно так так или у вас нет может быть и гнать тихонович или я включу микрофон свой так а если я я себе запись или вы мне скиньте потом запись просто и все чтобы я у себя выложил на канале смотрите если вы если вы уже сейчас прям транслирует или вы запись а потом будете выкладывать нет вы прямо не транслирует просто запись включил вот она в уголке идет и все просто смотрите если вы скинете запись то я звук выстрою мой звук будет чище я вам могу скинуть уже сну с выстроенным звуком с моим а можете выкладывать свой как ну как как вам удобно просто просто я для себя монтирую, я звук оставляю с петлички отдельно, вставляю его, а ваша обычно в два раза увеличиваю, чтобы был почище. То есть, если хотите, я вам сегодня скину уже вот такой обработанный аудио материал. Хорошо. Я хотел вас попросить, вы сейчас побеседуйте с Игнатием Тихоновичем, меня как бы не будет, я отключусь. А потом выделите хоть сколько-то времени, у меня есть несколько вопросов с вами. Да, конечно, вообще легко, легко. Так, ну, смотрите, я могу сказать, да, что вы на канале по следам пеликана, то есть, как бы мы... Или не надо так говорить, или просто... Говорите? Можно, да? Все, добро. Так, ну что, можно, да, можно начинать? Игнатий Тихонович, вы нас слышите? Я слышу и вижу. Все, прекрасно, здравствуйте, да. Так, ну тогда мы начинаем. Дорогие друзья, вы на канале по следам пеликана, и сегодня у нас в гостях Игнатий Тихонович Лапкин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Друзья, я думаю, что Игнатий Тихонович не нуждается в представлении, я просто прочитаю то, о чем пишет Википедия. Игнатий Тихонович Лапкин, православный русский миссионер, проповедник, исповедник, церковный писатель, поэт, мотивационный оратор и блогер, советский диссидент. Все верно, Игнатий Тихонович? Верно, но там дальше еще написано, еще там сколько написано. Я старост, директор детского лагеря, образовала 45 лет, без помощи государства тысячи детей подняли. Ну и другое там. Да, Игнатий Тихонович, ну я, слушайте, у нас формат простой, я вопрошаю, вы отвечаете, так можно? Да, конечно. Все, спасибо. Друзья, вчера я, вообще, если честно, я приготовил здесь вот несколько книг, по которым я хочу вас спросить. Но это чуть, да, это чуть позже. А начать я хочу с фильма 94-го года, который был снят про вас, называется «Златоуст из Потеряевки». Игнатий Тихонович, вы для наших зрителей скажите, пожалуйста, Потеряевка, это что за деревня такая? Село? Это деревня, наша деревня, которая была, как и все заброшены, 20 лет был пустырь. А уже в 92-м году мы получили статус и с нуля начали строиться. Кто думает строиться, ему нужно доказать пять параметров, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну и в собрании решает его принять. Если он нарушает, он заранее подписывает добровольно все продает и уезжает. Это 156 километров от Барнавула по ветке Барнул-Кулунда. Слушайте, в фильме вы говорили, но это был 94-й год, что к вам обратилось 700 человек, а приняли вы двух. А почему так? Не соответствует. Потому что это было время такого разорения. Человек должен сам построиться, сам, ему никто строить не будет, мы все с нуля начинаем. Построить дом, построить хозяйственные постройки, завести скотину, птицу, пчелы, что тебе нравится больше. И это все должен знать. Верующий, у нас храм мы с нуля строим, дороги сами восстанавливаем, пять прудов восстановили, зарыбили. А человек, если ничего не знает, один пишет, у меня два высших образования, но я ничего делать не умею. Он приехал, посидел маленько, ну и до свидания, к вечеру домой. Секундочку. Ага, я понял. Я просто, я просто, вы будете говорить, а я буду параллельно фиксировать некоторые тезисы ваши, чтобы потом содержание выложить. Иногда будут паузы, но это будет редко. Игнатий Тихонович, ну тогда я вас спрашиваю по фильму. Вы сказали о том, что частная собственность установлена была Богом, и любое государство основывается на трех принципах. Вера в Бога, семья и частная собственность. А вот святитель Иоанн Златоуст пишет следующее. Так, сейчас, секунду. Так, 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 так. Вот. Следовательно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное владение вещами, и оно более согласовано с самой природой, отчего никто не заводит никогда тяж, ну и так далее. В общем, святитель Иоанн Златоуст и Симеон Новый Богослов, они выступают за общее имущество. Вот как вы это прокомментируете? Выступать можно, но когда до дела дошло, ничего этого нет. Что по потребности, по возможности, это все глупости. У нас каждый сам себе берет определенное, вот как староста приехал, по полгектара земли, а в этом году у него уже было 1200 гектар. 1200 гектар. У него пшеница, ящмень, горох, гречка, лен, а у другого ничего нету. Как общее-то? Общее кончилось. Они думали так, сидели дома. А если бы они начали делать, они бы отказались от этого. Надеялись, чтобы счастная собственность. Если этого нет, у тебя нет побудительной причины. Ну а вера в Бога, это так, как пишут, говорят, всякое в мире есть, говорит, государство, но без веры в Бога такого дикого народа не встречалось. Спасибо. Мы на практике, я не теоретик. Я практик. Спасибо. Вот тут Николай руку поднял. Николай, вы что-то хотите, да? Да, Алексей, вы же богослов, я так понял. Нет. Я не заводит тяж, написано. Значит, речь о Салтауста идет не о том, что это не так, а о том, что не надо судиться. Кто тебя верхнюю одежду попросил, а дай ему и нижнюю. Об этом-то речь, а не о том, что противоречие какой-то. Вы сами же прочитали. А, ну, я вам сейчас прочитаю еще Симеон Нового Богослова. Вот, знаете, Игнатий Тихонович, он, мне понравилась его радикальность. Он сказал, то, что пишет Златоуст, не соответствует практике. Вот это я понимаю, вот, зачем ему сказать там противоречие, не противоречие, не соответствует и все. Но я вам сейчас просто другую мысль, раз уж вы спросили. Симеон Новый Богослов пишет, существующие в мире деньги и имения являются общими для всех, как свет и этот воздух, которыми мы дышим. Значит, ну, дальше он говорит, там, общим является там то-то, то-то, то-то. Так, сейчас, ни в коем случае, как я вот, люди должны каяться до самой смерти в том, что они столько времени имели деньги и лишали своих братьев пользоваться ими. Дьявол внушает нам сделать частной собственностью и превратить в наше сбережение то, что было предназначено для общего пользования. Все. Я это дело поясняю как. Он говорит так, ну, мы видим, пятая, шестая глава Деяния Апостолов, коммуна кончилась, больше ее никогда не было. Что, говорит, поработает, столько и поезд. И конкретно, определенно, они ничего нигде не показали, ни у того, ни другого ничего не было. Мы начали с нуля и сразу это показалось дело. Один хотел бы, ну, я согласен, мне дом построить, а я пока подожду. А ждать не надо. Тебе земля выделена и начинай работать, друзья есть. А вот деньги мешают. А мне никогда деньги не мешали. Никогда. Я все время хочу быть богатым. Почему? Потому что я имею должность одна, которую не все знают, за особые заслуги перед церковью, быть попечителем, заботиться о нуждающихся, о роженицах, о студентах, о переезжающих. Поэтому я везде стараюсь достать, у меня ни копейки нету, у меня вообще ничего нету. Вот сегодня, если нет есть, я, значит, без обеда лягу спать. Я счастливый человек. Меня таким считают во всем интернете. Почему? Я делаю то, что нравится. Представьте, без помощи государства создать лагерь и тысячи детей поднять в христианском духе при советской власти. Один год против меня четыре уголовных дела воздвигли. Осень я все выиграл, все рассчитались. Почему? Бог с нами. Поэтому деньги нужны. Нужны, потому что много нуждающихся. И поэтому у меня друзей тысячи и врагов тысячи. Вот о чем я говорил, Алексей. То есть, смотрите, ровно то, что вы прочитали, никакого отношения не имеет к тому, что Игнать Тихонович делает и на практике, и как он всем помогает в итоге. То есть, он не держится за свое, за свою собственность, а он это свое делает своими руками и другим раздает. Я про это и хотел вам сказать. Я-то не вижу проблем в том, что есть противоречия. Я добавлю к этому. Господь позволил мне издать 38 томов книг. Это стоит 750 евро. В библиотеке денег нету. Бюджетники. Мы покупаем газель, складываемся, составляем команду из Барнаула, Алтайский край. Едем до Владивостока, возвращаемся, шенгенские визы открываем, уходим до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, север Турции. И 650 библиотек получают от нас подарок. Нам обошлось это 35 миллионов рублей. А теперь, как пишет доктор богословия Павел Бочков, тысячи людей пришли в православие. Потому что на меня работает этот труд, который раньше был сделан. Это за 9 лет вышло столько у меня. И это все делает Господь, благодать Божия. У меня нет образования ни религиозного, ни гуманитарного. Спасибо. Так, тогда следующий у меня к вам вопрос. Вот вы говорите о трех столпах, на котором основывается государство. Вопрос такой. Не видите ли вы водораздела между Царством Божиим и Царством Кесаря? Ведь Христос сказал, что Царство Мое не от мира сего. Вот Царство Божие и Царство Кесаря противоречат друг другу? Или соотносятся друг с другом? Или это вообще разно? Вот как вы скажете? Потому что Царство Божие, которое будет, а сегодня только в духовном плане. А чтобы этого добиться, я должен себя сразу определить, как? Отняли частную собственность на Советский Союз, что лопнуло, ничего нету. Никогда бесчастной собственности не было. А иначе зачем я буду как трудиться? Ну, отсюда ясно, что вера в Бога, молитва. Для меня самое высшее, что было, это 27 сентября 1962 году, когда в руки дали мне Библию. Ну, обычно, как говорят, ну, какая-то беда была, какая беда? У меня 100% здоровье, в армии я нахожусь в морфлоте, в ракетных войсках, возвращаюсь, работаю на Балтике, поступаю в высшее мореходное училище. 14 человек, конкурс, я его прошел, как будто его не было. Сразу добиваюсь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. А в душе пустота. Я понимаю, я умру, я буду в этом. У меня никто не мог обмануть, пока в руки не дали мне Библию. И через полчаса моя жизнь полностью изменилась. И весь караван кораблей узнали, Лапкин сошел с ума. Игнатий Тихонович, а вот, да, я хотел спросить, а как так вот дали в руки Библию? Знакомый дал? Или вы спросили, вот как это, как это получилось? Я родился в старообрядческой семья без поповцы. Мама сказала, вот то-то нельзя делать, пионеры нельзя, пресать нельзя, с женщинами дело иметь. Меня Бог от этого сохранил в чистоте. И не делая, что другие делают, я ни одного мата за 83 года не сказал. А в душе все время было ощущение, я умру, я буду в аду, меня никто не мог обмануть. Что-то я буду делать, я хожу в церковь, свечки ставлю, это мне ничего не поможет. Мне Бог это открыл. И поэтому, где я встречал небольшие ссылки из Библии, я не знал, что означает цифры, глава стих. А потом, когда я сошел на берег, корабль на ряде стоял наш, ну, в кино сходить. И меня Бог поймал на то, что я любил. Я любил бабушек. Они такие забитые, где я гляжу, она сумки несет, я подскочил, ну, 23 года, у меня сила брыжет, я спортсмен. Я с детских лет хотел быть террористом, отменить, отомстить коммунистам за то, что они сделали. И несу сумки и говорю, у вас где-то собирается молиться? Она показала. Ну, и дальше уже началось. И меня пригласил один из верующих, Ереме Михаил Александрович, и там дали мне Библию. И пока они обедали, и когда зашли, я только одно, давайте помолимся. Я нашел то, что искал. Вот вы запишите, еще скажу, запишите, 52 года в пути, запишите название ролика, 52 года в пути, Игнатий Лапкин, Венспилс, Латвия. Куда я приехал? Там, где обратился. Вы со мной плакать будете вместе. Спасибо. Спасибо. Прекрасный ответ. Спасибо. Даже мусульмане плачут. Даже мусульмане плачут? Даже мусульмане плачут. Это ролик такой. Я стою там, я не могу сказать. Я приехал, а там никого нет. Я привез подарки там тем людям-то. И полиция рядом, там и полицию наградил. У меня все необычное. Вообще классно. Игнатий Тихонович, ну, следующий тогда вопрос. Вы говорите в фильме. Все пока по фильму спрашиваю. Христос дал нам заповедь трудиться. И в фильме вы, ну, вообще фильм показан, то, что, как вы трудитесь. Я, кстати, одел косоворотку тоже, как бы в знак. Вы там в картузе, в косоворотке. Я подумал, что, ну, я так тоже оденусь. Вопрос такой. Ну, ведь сам Иисус жил на пожертвовании. Не трудился. Если Бог дал руки, ты должен трудиться. Апостол Капавел говорит, блажение давать, нежели брать. И поэтому у меня свои правила. Вот я когда проповедую на площади, где-то там в храмах, и кто-то в карман мне деньги сует. Если я вернулся, ну, когда уже домой где-то, и 200 рублей, то у меня правила в этот же день 205 или 210 отдачь. Чем больше мне дают, тем беднее я делаюсь. И так я прожил жизнь. Я в первый раз услышал тогда, что надо платить десятину. Ну, тысячу заработал, надо 100 отдать. А у меня ревность такая. Я сразу решил, я буду платить 9 десятин. Тысячу заработал, 900 сразу отдаю на нужды. И так прожил всю жизнь, 60 лет. Поэтому всегда две-три работы работаю. Плотник, печник, печникал по стране 40 лет. Поэтому у меня ничего нету. И в то же время, вот однажды я зашел, попутно сказать, там небольшой такой сабантующий, 5 человек. Ниже генерала никого нету. Прокурор края, там генерал-лейтенант. О, кто пришел? А мы только про вас разговаривали, Льна Тихоныч. Я говорю, а как? Более счастливого человека мы не знаем. Я говорю, какие параметры? Вы делаете то, что вам нравится. Вот с детьми. Вас не могут лагерь закрыть. Сколько уже процессов было? За меня к правовой судья, дальше мэр города, губернатор, все. И недавно один в интернете тут Сучков, Александр, шелоховед, и говорит, знаете, я встретил человека, более счастливого не встречал. Те же самые слова. А мне интересно, почему один фильм? Там три фильма про нас снятые. Один предчувствие. Он первое место взял на международном киноконкурсе. И второе, Златоусы из Потеряевки, второе, Крещение Руси. Это не этот, наверное, фильм там. Златоусы со второй строительной. Златоусы из Потеряевки. Я его... 94-й год. Да, да. Там три фильма. Три. А, там три. Я понял. Но я, наверное, не знаю, какой я начал смотреть. Ну, вот я говорю вам, если будет, потом посмотрите. Хорошо. Дальше вопрос такой. Значит, вы говорите, что были в Америке. И в Америке никакой духовности вы не увидели. Это общество сытости и довольства. У меня в связи с этим вопрос. То есть, получается, что христианство, по-вашему, возможно, только в стесненных обстоятельствах. А как же апостол Павел пишет, что умею жить и в сытости, и не в сытости. И в изобилии, и в недостатке. Он говорит о безобилии, которым не пользуются. Тут не надо никак переигрывать-то. Да, такое и есть. Так, я хочу быть богатым, чтобы раздать нуждающимся. Вот тут статья, вы увидите, большая статья, там, сейф приделали, я на него облокотился, победитель получает все. Но потом я вам покажу, как. О том, что я говорил коммунистам, что я согласен снять требования, когда я был реабилитирован. Поэтому надо вернуть, что вернуть надо. А должны были они мне по тем деньгам 11 миллиардов. Я сам составлял композиции, как к фильмам и прочее. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. А рассчитываться не с чем. Государство. КГБ в стороне, а виновата городская администрация. Меня по станции МГБ арестовывали все время. Станция Московской КГБ. И Господь сделал так, что выиграл. И теперь что? Вот 13 соток и два здания, которыми я, можно сказать, только как числюсь. И ту же церковь сделали сразу. Люди заезжают. В гостинице моего ничего нигде нет. И поэтому, что они говорят, не опровергаю. Но я говорю, что они говорят, умею жить в изобилии. То есть у меня много, а мне оно не нужно. Я в изобилии умею жить. А в бедности, это я так родился. Отец без руки с фронта. В семье 10 ребятишек. 10. И поэтому мы были бедны, бедны жили. Но всегда веселье было, радость, трезвость, служение Богу. Игнатий Тихонович, а ваше детство, вы вообще выросли в религиозной семье? Или, ну, как бы не совсем? Да, да, да. Старообрядцы, беспоповцы, кержаки называются. Священства там не было. И поэтому у меня по природе старики, с одной стороны, имеющие белокринитскую иерархию, где-то Корнилий, там, это старообрядческая какая-то у них в Москве есть. Вот. Зарогожское кладбище называют. А второе, это беспоповцы. Это уже по материной или по бабушкиной линии-то. Я знал, что Бог есть. Меня Бог хранил от того, что другие делают. Меня ловить было не надо нигде. Если бы брат мой, я его как сильно люблю, а он курил, мать спросит, он курил? Я сказать не могу. А обманывают. Он говорит, не курил. А на меня мать смотрит и слезы тихут. Я его люблю и сказать не могу. Она уже знала, курил, значит. Игнатий Тихонович, расскажите, какие были духовные практики в семье? То есть вы собирались за столом, молились, читали Библию или там ходили в церковь. Вот как это было в ваше детство? Как? В церкви у нас не было без поповцы. Это в церковь я уже после, где-то перед армией, перед самой, или после армии даже, только и всего. В церковь была, которая заходит, что там в торговлю, все, мне это противно было. Я больше туда не пошел ни разу. Я искал разные брошюры атеистические, два экземпляра, потому что с одной стороны написано и с другой я вырезал, склеивал и читал. Я не знал, что означают цифры, какие-то цифры. Душа моя, я говорил, это то самое. И когда дали мне в руки Евангелие, люди, которые я к ним зашел, меня пригласили они, пятидесятники из баптистов, соединенные тогда были вместе, а я уже готов был только помолиться. Поэтому у меня стремление всегда было тайно где-то уйти, помолиться. Это где-то я лет пять себя, пять лет мне было, я уже помнил. И поэтому я определяю призвание, избрание Божие. Это тайная молитва. Так, а как мне это записать? То есть признаки призвания Божьего это имение тайной молитвы. Можно так сказать? Признак призвания Божьего. Можно сказать, но тут не только это. Вот я любил, я тебе говорю, бабушек, а с чего ради-то? А они обижены. А я студент. Отец дал мне три рубля, два тридцать, это доехать до Барнаула, семьдесят копеек осталось. Я должен поступить, снять квартиру, поступить, сдать в институт, жить и на семьдесят копеек. Вот и все. Я сразу на вокзал пошел, где подработать, что нас закалило это. Я нигде не был лишним. Ну вы скажите, все-таки, вот мне просто интересно, а в семье, как сказать, вот вы, ну в семье говорили о Боге, или учили вас молитвы, или вы становились, молились там вместе, вот как это, потому что детство... Мать, молитвы знали, молитвы три, не больше. Мы этого не знали. Книга была одна, лежала, называлась «Златоус», а там это Ниппан-то, Василия Великого где-то. Это так, ничего можно сказать, оттуда мы и не поняли. Но что молитвы есть, на славянском языке, я их заучивал и понимал, что как они меня поддерживают. А брат, он не нуждался этим. И вот в таком состоянии, я и попал в армию. А уже в армию-то, там уже мне не надо было что-то делать. Вот отец рассказывал, как раскулащивали, а я сижу сзади и плачу. Я вырасту, я им отомщу, коммунистам. Поэтому секции стрельбы, бокса, это, ну не было других. И я готовился стать террористом. А Господь, как Павлу показал, тебя будут убивать, тебя будут гнать. Я благодарен Богу, что вот это первоначально страх Божий мать вложила. Это сохранило меня от страшных грехов. Меня иногда спрашивают, а вы про женщин писали стихи, как Пушкин, там плачешь, оборщит. Я писал. А как? Вот я скажу, первое, что у меня все стихотворения, девять куплетов. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взвинули лишь коса, змеёю струили щекосы, с занозой в них не вошёл, и нечего того расшить. И самый последний куплет я обстиран вокруг счастливой сёстры на шатком своём табурете, как в кресле. И ум мой, блудом неисточен, по-прежнему острый. Слушайте, про женщину у меня к вам отдельная серия вопросов. Это чуть позже, если можно. Это очень интересная тема. Игнат Тихонович, вот смотрите, вы пошли за своим призванием. Брат, вы говорите, к вере как-то остался равнодушен. Вот как вы объясните то, что в одной семье растут много детей, и кто-то идёт по духовному пути, а кто-то не идёт. Вот это зависит, вот с одной стороны в Евангелии от Иоанна Христос говорит, что никто не может прийти ко мне, если не привлечёт его отец. Получается, кого-то отец привлекает, а кого-то не привлекает? Вот как это объяснить? Не объяснять не надо, потому что Яков говорит, и Исаф ещё не родились, и Якова возлюбил, и Исафа возненавидел, когда оба были в утробе. Это Бог делает, он горшечник, а мы посуда. И поэтому тут рассуждать не надо, я услышал это, и всё это Божье дело. Он сделал это из избрания, эту метку, я ценю более всего. Это Бог делает так. Тут никак нельзя объяснить, одно и то же. Брат второй, от меня услышал Евангелие, я получил там такие навигационные дни, поэтому отпуск два месяца, я приехал и стал говорить, брат обратился, он на пять лет моложе, сейчас протеерей, священник. Сёстры обратились, пять сестёр, кто как там уверовали, что можно было сказать. Поэтому тут вопросы даже не ставятся. Бог так сделал. У меня это с детства было призвание. И поэтому зачем бы я такие тяготы терпел, проехали буквально по всему миру, меня там в Америку пригласили, выступал по голосу Америки и проще. Почему? Людям сделать доступным Слово Божие. Для меня Библия абсолютный авторитет. Я пользуюсь иногда изречениями не православными. Мартин Лютер говорил, в мире есть одна личность, Христос, и одна книга Библия. Для меня так, если человек не по Библии, то его разговора никакого нет. Доказательств нет никаких. А если Библию признаёт за Слово Божие, 12.48 Евангелие от Иоанна, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, все остальные книги мои по боку. По Библии у меня тоже к вам будет писать отдельный вопрос. Я вот здесь взял книжку, называется «Библия в церкви». И хотел тоже вас поспрашивать, да. Но сейчас хочу всё-таки закончить по фильму. Игнатий Тихонович, вот вы говорили, что русский народ – это брошенная Богом соль в другие страны. Это был 1994 год. Вопрос такой. Вот за это время как вы думаете, русский народ потерял свою солёность? Да её настоящей-то не было, а только то, что давали. В сравнении с другими он менее подвержен тлению. Сохраняется его самобытность. И поэтому православная вера по сравнению с другими меньше всего имеет заблуждений. Вот ответ. А там тоже хватает своих. На церковно-славянском языке люди ничего не понимают. Я сторонник, чтобы русского языка нигде не лишали. И поэтому всё библейское у нас в службе идёт по-русски. Библейское. А если библейское поётся что-то там, тогда церковно-славянский. Мы избрали золотую середину. И нам это дозволили. Вы читаете Библию в синодальном переводе. Правильно? Синодальный перевод 1876 года. Вопрос. А вот смотрите, в 90-е годы в нулевые выходили новые переводы российско-библейского общества. Как вы к ним относитесь? Я их начитывал сравнивал и говорю, что издевательства больше ничего нет. Я считал на разных языках. Как писались Симах, Федеотеон, Акила и Септуагинта четыре перевода на греческом Иоанна Златоуса на капитре лежали. Расхождение есть, но это одно и то же. В одном месте написано и богатые нуждаются, а другой перевод говорит и львы алчат добычи. Это не противоречит одно другому. Наша человеческая сила в сравнении с Божьей ничто. Слушайте, а почему издевательства новые переводы? Чем они вам не нравятся? Епископа Касьяна, другие, я их все пересчитал. Я их не просто считал, а на пленку начитывал и растерожил. В то время я насчитал примерно 50 томов книг 80-е годы. Среди них Архипелаг, Гулаг, Солженицын и прочее. Но все-таки больше, ближе вам и вы считаете более правильный это синодальный перевод? Не более правильно, он единственно правильный за всю мировую историю. Переводили четыре духовные академии. Раз. Второе. Я когда беседовал с Александром Менем, он еврей, природный, энциклопедист, я говорю, а вы могли бы переводить как Хмольца Данила Абрамович или Павский Герасим Петрович, он вот так от меня отшатнулся. Да вы что, Игнат Иханович, таких переводчиков нет сегодня на земле. Они не только смирялись, зная слова, а как эти слова употребляли в каком значении святые отцы. Вот я скажу, так, я вижу косу, что я вижу? Скажите, косу. Ну да, можно сказать, что вы видите инструмент, которым косит, а можно сказать, что девичью косу, а можно сказать, что косу. Что вижу, которая коса, это женщина, коса у нее есть. Коса. И второе, коса в мелководье к берегу, где застрял корабль. Ну да. Поэтому говорить определенно нужно хотя бы предложение закончить. Вот почему английский язык так легко заучивается. А немецкий трудно, потому что смысловой глагол в конце предложения стоит. Я стою, рот раздил, я бы уже перевел, но я не знаю, какой там глагол будет. Игнать Тихонович, расскажите о вашей встрече или может быть встречах с отцом Александром Менем. Ну, в первую очередь нашлись люди, которые ставили тогда, ну так, кадриками переворачиваешь, там кто-то говорит, я нашел этих людей, там Лидия с Александром, а они близкие ему люди, там где в новой деревне он служил. Меня сразу туда провели, я у него прищищался, у меня его не опубликованных еще 16 часов проповедей записанных, 16 часов, и поэтому записи, которые были, там, ну много у меня отнимало, власть-то сожгли, но сохранилось, я на 6 передач поставил, когда я вел передачи по телевидению, по радио, и как мы с ним беседуем, и на меня, кто вы такой, до сих спорите, я и могу спорить, а вы не можете, потому что вы легаете мертвого льва, а я ему говорю здесь, и у нас согласие есть, он эволюционист был, конечно, я никогда этого принять не могу, человека, Бог создал, и такой он и есть, он хуже стал, но не лучше. А эти записи опубликованы, ваш с отцом Александром Мерем, в интернете? они у меня на моем сайте стоят, аудио, в аудио, о 20 томе открытым оком, они переложены в Word, у меня 33 тома, каждый том открытым оком, 752 страницы, вот, Игнать Тихонович, расскажите, пожалуйста, для наших зрителей о вашем канале, о ваших книгах. А что сказать, у меня как-то так получается в жизни, что все время подталкивает меня кто-то, вот я веду занятия сразу в пяти университетах, туда входят люди разные, там, там и СКГБ, и администрация, и баптисты, и старобрядцы, у меня вышло 14 в это время вкладок в газету университетскую, мои материалы, допустим, у них идет 999 экземпляров, а вкладыш у меня 25 тысяч, я плачу его, и по городу разносим, и поэтому сказать что-то я должен знать, и поэтому я знаю, это все теперь к истину православия у меня есть книжка, я 40 лет собирал материалы, а провернуть ни один человек этого не сможет, он должен только принять или сказать, я не верующий. Хорошо, значит, дальше, вы должны вернуться на родину, это вы говорили русским, которые жили за границей, все про Америку, это я им по Писанию показал, вы должны вернуться как пленные Израиля из Вавилона, и вот я просто слушаю вашу речь и вижу, что вы очень легко переходите, как бы для вас, знаете, такой есть перехлест с современной реальностью и с библейскими метафорами, то есть вы видите, например, там кучу селоса и там говорите, сразу говорить о грехе, например, и так далее, вопрос такой, для вас мир есть притча, можете ли вы сказать, что мир есть живой библейский текст, как бы оживший текст, и вы являетесь частью этого текста? Испорченный мир, я должен туда внести элемент света Христова и показать, вот ориентир, к которому должны мы идти, третья глава Евангелия Теана, всякий делающий добро идет к свету, и один ответ, а почему, никаких почему, Бог сказал, раньше пели, говорят, партия сказала, комсомол ответил, есть, так и здесь, я отвечаю, мне радостно на душе, я вечером подбиваю итог, как у меня день прошел, как я засну сейчас, и поэтому ночные молитвы должны быть, уверенность во всем, что Господь дал, и вот я когда иду полем с кем-то, я останавливаюсь и сразу начинаю петь за птиц, которые Бог создал и как они поют, все, что есть в мире, оно касается меня, вот у меня стихотворение, каждое, у меня 4 тома стихотворений, каждый том 800 страниц, такого не бывает, каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов, эпиграфы из Библии, и напротив каждой строчки указано место Библии, глава стих, откуда взята мысль, а как вы, потом, когда я пишу, я не смотрю, я не знаю, почему, потому что, когда я пишу, молюсь, в это время у меня как бы строка проплывает, я не вижу, я не слышу, она там глубже, я прямо на молитве сразу записываю одну строчку, а когда уже кончат, бывает на молитве еще раз, я вторую, это уже 2 стихотворения будет, вот к примеру, Святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок и имена, во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война, хватали все от севера до юга, до порта Артура, ост по острову, все подгребли, саму тайгу и в югу, и расплодили нехрестей воров, кто хуже нас, сокровища земные, транжирь жжет и рубит по весне, мы опостылили, от века и до ныне, прибалтики, татарам и Чечне, на наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард, весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад, о Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом, водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий, тогда исполнив веренную нам, не Русь святая, но герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры, спасибо, здорово, это все на мусульмане положено, поется, примерно 85 стихотворений, и как написано, я не знаю, какое бы стихотворение не взял, вот еще, задержу маленько, я моряк, с одной стороны, когда корабль убает, температура минусовая, и он обледеневает, и ничего нельзя сделать, рыба с хашуна, с волнами боролась, стремительно крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос, и всех на молитву призвал, волна через корпус не раз пробегала, был лопасти, виден плавник, как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник, остались минуты, а дальше развязка, объятия холодной волны, над пропастью мглы, с ледяною повязкой, о чем бы подумали мы, наверное, лица родных и знакомых мелькнут в ферическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне, иные клянут капитана, стар меха, проклятия всем и всему, окончена жизненная чаша утеха, и брошена разом в волну, когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу, своей кончиной, других я увлек за собой. Здорово, спасибо. Игнатий Тихонович, а какие ваши любимые поэты? Ну, я когда буду называть, вы не знаете, Бальман, Константин Дмитриевич. Почему не знаем? Знаем. Ну, не каждый знает, я говорю его, и поэтому я никому не подражаю, я себя таким не считаю, ну, Бог дал мне вот это, я написал, я в литературном институте, когда там Лева Шанин вел, по одному стихотворению давали, а меня четыре раза заставили пересчитать новые стихи, дорогой написанные, говорит, у нас как будто ветер ворвался, все форточки, все раскрыло. Это Бог делает. Ваше отношение к специальной военной операции в Украине? Я уже отвечал на это неоднократно. Лучше всего, если бы вы зашли вот по скайпу, как сейчас, я потом вам скину все данные, там целые ролики стоят, эпиграфом ко всем моим ответам, пророк Иеремия 48.10. Звучит так, проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто меч Господень удержит от крови. Молиться о мире для Украины нельзя, запрещено, потому что это наказание, они все эти годы отравляли Россию. Вот это всякое извращение, секты, все оттуда ползло. И оттуда, которые попы приезжают, вот такие, да, бритые, ну, вообще говорить не надо даже. И поэтому, я считаю, это Господь возбегает, меч Господень, в лице президента, и он идет туда, как царь Кир, которого Бог называет помазанником. А помазанник означает Христос с маленькой буквы. Так что, я на это смотрю, это от Бога, и когда будет наказана, та страна после этого должна быть наказана, это, это как гидр. Наша страна, страна тоже должна быть наказана. Обязательно, обязательно, за все, что они сделали. Ну, спасибо. Слушайте, ну, раз уж мы стали говорить о жестком, ваше отношение к абортам. Ну, да. Это убийство, за время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Государство в женской войне не захлебывается кровью. Это надо записать. Подождите. Второе правило Василия Великого. За убиение одного младенца 10 лет от ущения церкви. В утробе матери. Ага. Спасибо. Игнат Тихонович, ну, тогда позвольте еще по книгам вас поспрашивать. Можно? Да, конечно. Так, значит, начну я вот с такой толстой книжечки и называется «История русской метафизики». Но у меня здесь только один вопрос. Ваше понимание вкушения от древа познания добра и зла. Здесь автор Евлампев, он ссылается на Льва Шестова. Знаете Шестова? Ну, Шестова все знают, наверное, русский философ в начале 20 века. Он понимал вкушение от древа познания добра и зла так, вот он пишет, суть греха в желании знать. Знать волю Божию. Знать заранее, что. А вот как раз исцеление от этого греха, по Шестову, есть попадание в пространство незнания и в пространство божественного абсурда. Вот что вы скажете на этот счет? Как вы понимаете? Я вам потом скажу так, чего в Библии нет, о том не рассуждаем даже. Вот он сказал, они узнали добро и зло, слушается добро, а не слушается зло. И за этот грех водами все умирают. Больше ста миллиардов уже умерло на земле. Вот и что они узнали. А Господня жертва достаточно для того, чтобы спасти всех и миллион галактик. Ну а как вы понимаете, в чем грех Адаму-то был? В том, что он просто и послушание. Написано, неверующий Богу представляет его лживым. Господь сказал, смертью умрешь, а она нет, не умрешь, смерть говорит, змей говорит, она змею поверила сатане. Вот в этом заключается грех. Ага, хорошо, спасибо. Теперь вопрос о православии. Здесь у меня есть книга про тирея Вячеслава Рубского «Православная духовность. Перезагрузка». Вот он говорит о том, что есть два понимания православия. Значит, ну я приведу здесь всего две цитаты. Значит, первая цитата из преподобного Иосифа Володского. Он пишет, что «Когда увидим, что неверные еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать и наносить им раны, освящая тем свою руку. Ну а тех, кто не наносит раны, их тоже нужно проклинать, потому что они не нанесли раны еретикам». Это с одной стороны, как бы одно понимание православия. Дальше отец Вячеслав пишет, что «В той же православной традиции мы находим не менее православные слова преподобного Аввы Абмона. Любовь не может ненавидеть кого бы то ни было, не может осуждать, проклинать, огорчать, испытывать кому бы то ни было отвращение. Это касается как верного, так и неверного, иноверца, грешника, блудника, ну и так далее». Вот как эти две цитаты примирить? И там православие, и здесь православие. Иосиф Володский это тиран, это Сталин в православии, и поэтому я ему никогда не молился, я за святого не признаю, поэтому долой со сцены. потому написано «Враг голоден, накорми». Если раньше написано «Ненавидь», а я говорю, а я, значит, поворот на 180 градусов, а я говорю «Любите врагов ваших». Что сделал Елисей, когда пленных привезли? А царь говорит «Я их поражу, а ты завоевывал? Накорми, напои, перевяжи раны и отправь домой». И больше сириане не приходили. Иосифа Володского ему хорошо Нил Сиронский говорил, Сорский. Тот считал, что церковь должна быть бедной, а Иосиф, что у нее должна быть богатой. У них она была 120 тысяч только дворовых. Нужны они ему были? Спасибо. Прекрасный ответ. Это выбросить, вычеркнуть и все. Это злодеи пишут. Здорово. Так, теперь вопрос из книги «Библия в церкви». «Библия в церкви». Согласны ли вы с тем, что Библия является основанием, на которое строится жизнь самой церкви? Так и написано. 16 глава, 18 стих. Евангелист Матфея говорит, Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». А как? Господь говорит, «А ты любите меня, соблюдите мои заповеди». И он основал церковь на слове своем. И на каждый выпад сатаны Господь, Бог мог бы ответить, он говорит, написано. И к приходящим он спрашивал, «Как считаешь? Православный как считаешь? А чего считаешь? Ничего не считает. Я как-то брал у меня интерес, сказал, «Я себя считаю несчастным человеком с позицией той, что на родном языке нет богослужения. Мне приходится переводить, выходя во двор, там людям говорить. Люди не знают совсем. И поэтому апостол, мы считаем, четвертая глава у Ниеми, когда добавляли о ней, чтоб понятно. Лучше, говорит, десять слов понятных, чем чему десять тысяч непонятных. И так понятно. Кто будет готовиться к битве, к сражению, если звук трубы непонятен? Я понял, спасибо. Еще вопрос. Как вы считаете, церковь подчиняется Писанию как единственному авторитету? Или же Писание подчиняется церкви? Да даже это, даже я считаю, что вы не говорили эту глупость. Это так послышалось мне. Церковь, ну что говорить? Церковь это, то, что Господь создал и что стремится к совершенству. Будьте святы, как я свят. Будьте. Значит, не такие. А Слово Божие чисто и свято. Это притча Соломона, 30-я глава, 5-й, 6-й стих. Всякое Слово Господа чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он, Бог, не обрещал тебя и ты не оказался лжецом. А в откровении говорится, ущися лжецов в озере огненном. Поэтому ни одной строчки, ни одной буквы нельзя исказить никуда. И лучший перевод в мире за 2000 лет это синодальный православный. Еще последний вопрос касательно Писания. Священное Писание. Я вот сейчас прочитаю, а вы скажете, согласны вы с этим, не согласны, или это просто глупо. Священное Писание выступает в качестве собственного толкователя. Для его понимания необходимо всего лишь, не перебивая голоса Писания, позволить этому голосу сказать то, что он должен донести до нас. проще сказать так. То, что ты понимаешь Библии, должно понимать так, чтобы ни одно место не противоречило другому. Она Библия сама себя объясняет. Но мы-то православные, у нас еще есть святые отцы, которых мы имеем право рассматривать во свете Библии. Так это или не так? И поэтому я беседовал тысячи, наверное, бесед с сектантами, сколько пришло тут баптисты, адвентисты, святители иеговы. У нас приезжают даже мусульмане принимают крещение. Почему? Слово Божие. Это огненная сила. И по Слову Божию Господь будет судить. Евангелие Теана 12,48. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Все. И поэтому все остальные мои знания мне не нужны уже. Я все подчиняю одной цели. Как не нарушить Слово Божие? Спасибо. Вы говорите «Спаси Христос». «Спаси Христос». Так надо говорить. Спасибо Христос. Хорошо. Так, значит, теперь вопрос такой. Из первой книги «Бытие». Вопрос. Я сейчас вам хочу задать серию вопросов об Адаме и Еве и о сексуальности. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Можно. Значит, я буду основываться на книгу Ричарда Девинсона «Пламя Яхве». «Сексуальность Библии». Значит, он пишет, что «На основании слов и сотворил Бог человека по образу своему». Ну, Пытие 1 глава 27 стих. Это вы знаете. Значит, комментарий. «Обоим заповедовано господствовать не друг над другом, а над остальным творением во славу Творца». Данный отрывок напрямую исключает владычество мужчин над женщинами. Как ни странно, раньше этого не замечали. Фундаментальное равенство мужчины и женщины однозначно декларируется в первой главе Библии. Вы с этим согласны? Конечно, нет. Апостол Павел прямо говорит «И не мужчина для женщины, а женщина для мужчины». И говорит «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Безмолвии. И все. Это пишет человек или неверующий, или насмешник, кощунник. Так, хорошо. Дальше вопрос. Вот мне интересно сравнить, как бы столкнуть вас, лбами вас столкнуть. Следующий вопрос. Я тоже читаю, а вы скажете, согласны или не согласны. Сексуальность есть часть творений Божьего, часть замысла о человечестве. А Божьи творения в высшей степени прекрасны. Поэтому возвещает первая глава бытия «Секс хорош и прекрасен». Он не есть ошибка, или греховные искажения, или прискорбная необходимость, или постыдный опыт. Человеческая сексуальность дарована Богом, она с самого начала входила в совершенный замысел Бога, как один из базовых аспектов человеческого существования. Что вы скажете? Не только у человека. Во всем творение это. У цветков опыление идет, у насекомых совокупление. Еще тут новое-то открылся. Это Бог заложил так. Но теперь-то у нас есть воля, которую Дух Святой дает. Если мужчина, говорит, женится, то заботится, как угодить жене, а не женатый, как угодить Господу, если замужняя и незамужняя. А мы добавим, и никогда ей не угодишь, и ему не угодишь. И поэтому сколько такого мы знаем в Священном Писании, как Моисей, он не мог один, Ио не мог, а уже в Новом Завете мы видим Иоанн, Павел, говорит, разве не имеем возможности иметь сестру, жену, но для Бога себя посвятил. И мы видим в Новом Завете, ну какие там, может быть, у кого-то были жены, мы по житям святых видим-то. Ну и что заложено? Заложено, значит, ты распорядись правильно, как это будет. А как? Пост и молитва. Постом за морей. И все. Пожара не будет, вода слынет. Ага, хорошо. Дальше вопрос про стыд. Стыд. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. 25 стих, получается, вторая глава у нас. Значит, если по замыслу Божию люди не должны стыдиться сексуальности, стыдливость в ней есть следствие греха. Что значит не стыдиться? Ему свое время. Для этого есть дом, есть одеяло, и поэтому отдельная комната, и все проще. А этот человек, который погряз в этой системе, то он думает, а тогда ничего нет, сейчас все стыд дало, это как было там, во время революции. Мы их скоро всех там подобрали. Надо знать, стыд, это чувство, которое заложено Богом. Мы каждый день просим, чтобы был стыд и целомудрие у жены девиц. Ежедневно молимся, через два часа. Как раз это поминаем. А бесстыжный человек, ему разности никакой нет. Как говорится, плюет в глаза, он говорит, Божья роса. Он начинает хамить, старшего оскорблять. Он бессовестный. Посмотрите, как одеты мусульманские. А они взяли откуда? А мы видим на иконах, какие хиджабы надеты. Вы если на наши ресурсы заходили, вы видели, как у нас одеты? Два платка. Платье до полу. У нас этого нет, чтобы она была видна, там что-то у ней. Ни волосинки нет. Я вот смотрю, вот вы застегнуты, это очень правильно. Вот смотрите на меня. Видите, как застегнуты? Все. Застегнуты, это масонские правила. Галстук снял, расстегни верхнюю пуговицу. Это хоть Жириновский, хоть кто это делал. А вот вы видите как, это уже импонирует вам. Слава Богу, что я так оделся. Да, да. Я как стал. Очень прекрасно просто выглядите. Еще осталось, чтобы бритву выбросили сегодня же. Кого? А, бритву, бритву. Бритву, бритву. Слушайте, я, у меня очень жидкая борода, она у меня не растет. Это, это к Богу претензия, не к человеку. Это Богу. И поэтому Бог знает, какую дать тебе бороду. И поэтому мужчина имеет эту власть, а женщине не дал. Это гомосексуалисты придумали, две мамы в одном доме. Под каблучники. Слушайте, я, а я говорю жене, слушай, я под каблучник, Саш, я вот, да, да. Вы помните, когда Давида с надслугами надругались, он их не пустил в Иерусалим, а говорит, пока вторая половина отрастет, придете в земной Иерусалим, а мы идем в небесное. И когда дочку у Якова изнасиловали, говорит, она была обесчещена. А когда бороду сняли, очень обесчещена. То есть это хуже изнасилования. Так, подождите, я не успеваю записывать за вами, да. Ну хорошо, у Якова была дочь Дина, у Якова. Не, я помню эту историю, да я историю помню. Она была написана обесчещена. Обесчещена. А когда полбороды сняли, обрели, там у царя на осумер, когда ослуги пришли, над ними насмеялись, полодежды отрезали. И они были очень обесчещены. И Давид отослал их в город проклятие Иерихон жить, пока отрастут бороды. Наверное, каждый день замеряли. Вот так было дело. Так, еще вопрос по сексуальности. Значит, сексуальность и священная. Значит, автор здесь говорит о том, что в Библии пересекаются отношения Адама и Евы и священное время, суббота. То есть, Бог творит людей в преддверии субботы. И первый день, первые их отношения, они именно проходили в священном времени. Теперь смотрите, вопрос-то какой. Но церковь, напротив, говорит о том, что если ты причащаешься, то половых отношений перед причастием быть не должно. То есть, если книга Бытия по оттолкованию этого автора говорит, что секс настолько же священен, насколько священна суббота, то православие так не считает. Вот как вы это прокомментируете? Никак. У нас есть определенное правило. Посты, сейчас идет рождественский пост, а это больше половины дней. Законные муж и жена друг к другу не прикасают, не знают друг друга. Нету этого. Определенно. А когда? А вот свадьба может быть накануне вот пятницу. А накануне пятницы не может быть, потому что постный день, и в это время там может быть совокупление. Это не допускается. И поэтому у нас определенное правило, книга правил, там все написано. Скрижаль, новая скрижаль. Абсолютно все точно. Игнать Тихонович, камеру чуть-чуть опуститесь, что-то я не заметил сразу. Да ладно. Еще нужно сделать. Чуть-чуть камеру у вас опустись. Вот так вот? Да, отлично. Но ничего, это не критично. Николай, нормально все, не критично. Но у меня, Игнать Тихонович, последний к вам вопрос по книге «Православие в постхристианском мире» автор иеромонах Григорий или Владимир Михайлович Лурье. Значит, вот он говорит в одной из своих проповедей, это он в Питере, проповедует, преподает в университетах. Значит, я читаю, а вы скажете, согласны вы с его утверждением или не согласны. К сожалению, дореволюционная русская церковь не потому пала, что она была праведная, а Господь хотел сотворить зло русскому народу, а из-за другого. Потому что там было много всяких грехов. И перед самой революцией дело доходило до того, что и в догматике стали происходить нарушения. И Господь не потерпел этого. В общем, дальше он говорит, какие нарушения происходили в догматике, что никто не понимал Григория Паламу, неправильно его цитировали. И какого можно после этого ожидать богословия и хранения православия. Именно поэтому Российскую Церковь постигла такое несчастье. Если это можно назвать несчастьем. Потому что вся церковная организация была уничтожена. Вопрос такой у меня к вам. Считаете ли вы, что Бог карает за неправильное догматическое понимание? Это по слову понятно. Мы говорим слово православие. Это означает слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это шесть вселенских соборов, пошли на то, чтобы это утвердить. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, сие три стуют равны, нераздельны, не слиянны. Это всего. Больше тут ничего нет. А когда этот человек говорит, он думает где-то, их много таких сегодня, говорит, мудрость твоя и знания твои избили тебя с пути. Он сам-то что делает? А вот церковь, которая там изменила догматику, он не знает, что такое догматика. Иначе бы он эти слова не говорил. Да, неправильно были, богатые там все делали, обвинения какие были. Церковь брошена была буквально в кипящий котел. Было 1250 монастырей, разрушено все. 57 тысяч храмов перед революцией, все разрушено. И что? Небо наполнилось православными. Я был там, я прошел этот гулаг. Я захватил, знал людей, которые там были. Вот меня бросили в тюрьму. Ну и что? А сколько людей там обратилось? У меня в свой распорядок. Посты все соблюдал. Как прислушивались. Кому куда-то идти, уже звонят, стараются осуществлять о нашей камере. Мы туда-то идем-то, чтобы батюшка помолился за нас. Камера полная. Я коротко поясню, как это было. Камера рассчитана на 25 человек, а их 75. И поэтому на одну койку, шконку, три человека. Вот я захожу в камеру, нас этапом везут. Я только дверь открыл, а там буквально ощутимое, воздух, все это. Демина такой страшная. Там не видать ничего нету. Я захожу, мир дома сему. Зашевелилось, вот такой амбал вылазит. А это кто такой? Я говорю, какая статья? Я говорю, 190 прим у Караса Пастер. Что, мента грохнул? Я говорю, 190 это прим. О, какое. Не знают-то. А потом спрашивают, что у вас что есть посчитать? Я говорю, ну вы за это псалтырь. А вы могли бы нам тут рассказать? Я говорю, могли, но определенное правило должно быть. Какие? 75 человек. Найдите некурящих. Некурящих. Нашли три человека. Тщательно вымыть руки с мылом. И тогда я им дам, они будут считать, а я буду объяснять. И там они попеременно. Одни лежат, другие там ходят. Меня сразу подвел, вам где хотелось бы? Я говорю, где воздуху больше? А там вот так это, угольники сбиты, не видно ничего больше. Так я слышу, стрижи кричат где-то. Так, ты куришь? Его сразу, матрас схватил, так, ты наверху пепел сыпать будешь? Я уже две койки, две имея только зашел. Вечером открываются, я говорю, во сколько? Восемь. Уже в семь покормили. Восемь. От восьми до десяти, до отбоя. Камера открытая. Охранники с двух этажей стоят. Первый день я только еще. Я уже владею тюрьмой. Какое счастье быть там. И поэтому Бог, когда церковь бросил, он бросил туда, и сколько людей покаялось. Вот отец Арсений книга, которая подробно об этом говорит. Все. Я ее насчитывал не один раз. Какая мне беда от этого? Никакой. Так у меня опыт какой? Я вернулся, 18 лет сотрудничал с тюрьмой. Весь персонал слушает, иду по камерам, записи делаю, раскручивают, слышат. Люди, когда обращаются, приходят, после, когда кончится срок, они меня ищут, где я живу в городе, чтобы отблагодарить. Вот как. А поэтому говорить о том, что тогда было, у меня есть близкий друг, сейчас он умер уже, который был начальник радиостанции Рокоссовского. Я обратился к Богу, и его арестовали. Приговорили к смертной казни. И он не подал заявление. Говорит, я не хочу, чтобы оправдывали это. Я хочу быть со Христом. Но они сами подали заявление. Ему дали 25, пять высылки и пять поражений в правах. Два года, четыре месяца только прожил, говорит, и чудовище скопытилось, о Сталине говорят. И он вышел на свободу. И он рассказывает, как там было, как они доставали, какие листики, как переписывали. Я это все испытал на себе. Притом, я приезжаю в какой-то город, всем дают, а мне не дают там. Один, ты откуда? Я говорю, из Барнаула. Так, отойди в сторону. А там, которые выдают, они слабые такие, сроки у них, ну, баландеры называют. И когда уже всех разобрали, люди-то, уводят, уводят там эти, подходят, которые, охранники там. А тебе, отец, ты откуда? Я говорю, из Барнаула. Я тебя уже два года жду. Как ждете? Я только год, как арестованный. Два года назад мне Бог сказал, что Бог придет сюда. Я, говорит, спрятал лучший матрас, самые нетроганные простыни. Я вас ждал. Я еще только в тюрьму вступаю. Уже поклоняются. И, да, ведут меня. Куда? Я говорю, где дыма нет? Да везде дыма. А дагогрю, в ШИЗО его, в штрафной изолятор. Там никого сегодня нету. Ну, меня нету, Понимаете, вот все абсолютно по-божьему. Вот когда мы едем, на этапах, там беспредел. И в это время я перенесусь туда, как везут. Женщины рядом кричат, батюшка, нас не ведут там на двор сходить, а другая молитвы дайте. А я молчу. Охранник идет, атак камеры, а тут коридор, решетка. Он подходит, а почему не отвечаете? Я говорю, правило 67, пункт 22, отвечаете, я не имею права это делать. Только с вашего разрешения. Да. Но он и не знает ничего. Я разрешаю. Я говорю, пускай бумагу дают и все. Перед тем, как меня арестовать, я запомнил все праздники на 20 лет вперед. На память. На 20 лет. И поэтому я тоже сразу начал им писать, где он меня сводил. Я говорю, надо бы женщин сводить. И он, охранник, делает то, что я ему говорю. Быть верующим, это быть победителем везде и всюду. Вот как. И как в лагере было, какие люди обращались, со другой национальности. Меня заправили в другое государство, по сегодняшнему, где я язык не знаю. А я сразу начинаю изучать. К нам в армии прислали таджики, узбеки, туркмены. А их там, ну, толкут. Я сразу три языка начал изучать. И они вокруг меня лепятся каждый день. Это Бог делает. А в школе не было национального языка никакого. Это, когда я Богу доверяюсь, Бог это полагает на сердце. Вот так. Игнат Тихонович, ну, я вот на этой ноте закончил наш разговор. Быть верующим, это быть победителем везде. Да. Если, я, во-первых, хочу поблагодарить вас за этот разговор. Спасибо вам от души. Спасибо большое. Вопрос такой, если я еще попрошу вас как-нибудь выйти на разговор, вы не откажете нам? Нет. Если у вас есть такие товарищи, как вы, ну, что-то потерявшие, вы так много потеряли, вы можете взять с собой его вопросы. Я согласен? Спасибо. Мы сделаем так. Дорогие друзья, вы можете в комментариях писать ваши вопросы, и мы их обязательно зададим Игнату Тихоновичу в следующем эфире. Я отвечаю на все вопросы по пяти параметрам. Что это означает? Вот я стою за капитой в университете. Я одновременно в пяти университетах вел занятия. Записка. Я считаю, какая роль была у русских интеллигентов, поэтов подготовки революции. Я отвечаю Библию. У меня с собой нету, я стою. Так. Я отвечаю, какая книга, глава стих, с точностью до одной буквы. Цитирую потом. Что говорят святые отцы? Это 300 томов палеантов. Третье. Что говорят святые правила? 719 правил соборов. Четвертое. Что говорят жития святых? 1173 биографии. И пятое. Что по этому вопросу говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч стихотворений. Поэтому то, что у меня в книгах ображено, нигде в мире этого нету. Да никто не ответит это. При том, что у меня нет гуманитарного образования, ни религиозного, это надо все время помнить. Поэтому у Осипова, другие, мою душу никто не корежил. Я у Бога, у ног я 60 лет сижу. Спасибо, Игнат Тихонович, спасибо. Спасибо, что пришли. Николай, я тогда завершу, да, вот наш разговор. Илья Савельев, подождите. Вот я вас говорил, предостерегал, вы ни одного вопроса лично от себя не задали. Вот вам сейчас Игнат Тихонович даже говорит, если у вас есть товарищи, которые так же, как вы, много потеряли, вы их выводите на меня, вы почему не спрашиваете, а что я потерял? А что вы думаете про мои ролики? Вы ничего не... А Игнат Тихонович, да я даже думаю, что Игнат Тихонович и не смотрят мои ролики. Ну, спросить-то можно? Игнат Тихонович, это интересный поворот, да, мне будет очень лестно от вас слышать, ну, по-христиански лестно. У меня три канала у меня, и все называются одинаково, «Во свете Библии», открытым оком. Если это вы знаете, я отвечаю только по Библии, то вы в это отношение, все в этом стройте. Каждую букву вашу разбирать не надо мне, потому что я полностью признаю, что в Библии написано от корки до корки, и неизменно. Ну, вы скажите, вы знаете про наш канал «По следам пеликанов»? Я про вашу историю знаю всю. А, вы даже про нашу историю знаете. Абсолютно все знаю. Я могу только плакать о вас, плакать. Такие таланты вам Господь дал, и так вы поступили с ними. Ну, наконец-то. Смотри, какая у меня пантера рядом. Интересно? Классно, да, да. А вот посмотрим еще, какая рядом поля. Иди-ка сюда. О, прекрасно, прекрасно, да. Вообще здорово. У меня голуби, голуби с тобой. Вон, могу показать голубей в комнате. Ну, можно, можно. Вы сможете повернуть камеру? Сейчас, подождите, подождите. Да, он сейчас достанет. А, здорово. Алексей, я вас просто умоляю, вы спросите про себя. Я и понял. Я, слушайте, я просто даже не думал, что Игнат Тихонович знает вообще про наш канал. Поэтому я, вот голубь. Я посмотрел, все. Ты вторую только оставил. Так, тихо, уходи отсюда. Слушай, вы мне напоминаете сейчас Ноя, Игнатий Тихонович. У нас большая статья была в губернской газете. У злого человека голуби не живут, а у меня две голубятни. Юные такие, посмотри, какие они красавцы. Классно, классно. Друзья, можно сказать Златоуст из Потеряевки, а можно сказать Ной из Потеряевки. И вот мне вот эти вот полки, они напоминают как бы ковчег. Там наверняка Ной там делал такие стеллажи, и там жили и голуби, и львы. Да? Мы когда ездили в миссионерской поездке, два миссионера и шофер, дальнобойщик, но один из которых тоже за рулем. И с нами собака была немецкой породы, ураган. А я занимался в уголовном розыске, и там первое место занимал. и она стала чемпионом России, защитной корольной службы. Она везде, мы там прикол сделали недалеко, только в устурийском крае я не мог там оставить, там тигры. Потому что тигр 330 килограмм, а собака всего же 50 килограмм. И поэтому... Игнатий Тихонович, ну давайте тогда уж критикуйте меня, это интересно, это самая интересная часть будет. Да, вы кого знаете, там вот я каждый день в чат-рулетке отвечаю сотни вопросов, откуда бы не были. Не забудьте только, что я работаю с мусульманами. Вот. Я работаю по их книге, называю какая сура, какой аят. Вот так. И они когда начинают говорить, а вы не хотели бы ислам принять, знаю, что я знаю. Я говорю, разумный человек в собственной памяти менять небо на землю никогда не будет. Игнатий Тихонович, ну почему я потерял душу и закопал таланты? Вот расскажите об этом. Да. А почему? Ну, чтобы я знал. Почему? Дали волю человеческому влиянию там, мирское. Это ужасное состояние. Жертвы же за грех нет, но некое страшное ожидание огня готово пожрать противников. Считаем мы 6-й глав, 4-й стих, там Кевреем Павел пишет об этом. Вам столько Бог дал. Вы где-то были там преподавали, я все это смотрел вчера. Я только говорю так, а на самом деле я могу плакать целыми днями и ночами о вас. Мне Бог дал дар слез. Когда я услышал, что Павел говорит, я учил 23,5 года там в слезах, а у меня ничего не... Я моряк. Я привык к трудностям. Я стал просить Господи, дай мне слезный дар. И в это время призвали там в одном доме были, они достали Библию, трудно было доставать, это 62-й год было. А тот человек не приехал. И они между собой там шепчутся и говорят, мы решили молодому братику мне подарить. Библию дали, я в коридор вышел, в одежду воткнулся головой и весь вечер проплакал. Я настолько плакал, что у меня организм начинает обезбоживаться. Я все это как картина передо мной идет. Я не просто говорю, я в этом живу. Тут игумен Сахаров был, когда я говорю, где вы видели, что в церковной ограде человек становился на колени и часами плакал, что священники не учат людей. Как они будут отвечать за это? Мне Бог дал этот талант быть нищим. Никаким. Я поэтому каждый день предстою перед Богом, у меня ничего нет, Господи, благодарю Тебя. И Он меня награждает. Мне надо ехать, денег нету. Вообще нету. Я молюсь ночью. Два священника мимо проезжали, заехали, стали молиться. Я говорю, за три книгу выкупать, а у меня денег нет. А кто? Я говорю, да откуда я знаю? Только легли спать, звонок. Все из Америки, Сакраменто, Калифорния. Вам деньги нужны? Я говорю, откуда вы знали? Ну и дальше начинается разговор. Утром мы долго остановили, и он деньги уже в руках. И при том абсолютно всегда звонят мне с Японии, Нидерландов, Ирландия, Англия. Я молюсь за конкретного человека. У них там ребенку, один внук, и сложная операция на сердце. Я говорю, у вас что, молиться некому там? Ну, мы слышали тут, в Германии, слышали, что Бог меня отмечает. Это Бог обещал не мне, только всем. Я говорю, давайте так, вы со мной молиться будете? Сейчас помолимся. Я говорю, вообразите себе, что я уже услышал голос Божий. На 22-й минуте операция будет почти 4 часа, ребенок умирает. Вам будете? Нужна операция? А как вы узнали? Вы не спрашивайте. Воображение. Она стояла, стояла. Ну, а почему он должен умереть? Так, до свидания, больше не звоните. Ну, ладно. Я говорю, я просто проверить вас хотел, готовы или нет. Я не прошу здоровья, я прощу, да будет воля Божия. Я не знаю, может, это бандит, щекотило вырастет какой-то. Я себе прошу редко когда. Я только, как тебе, Господи, угодно. И дальше, а дальше температура у него там за 40. Я помолился, она опять звонит оттуда. Температура резко упала вниз. Это ни один, ни два. Вот недавно одна плачет, муж ушел, второй год. Я с тремя, у меня четверо ребятишек. И даже, я говорю, ну, что ты хочешь-то? Ну, давай помолимся. Помолились. Ну, сколько-то прошло. Она говорит, чудо-то какое, муж вернулся, лег на кровать и говорит, никуда не уйду. Это Бог делает. Я показываю с человеком, с кем разговариваю, звать ее Маргарита. И при том, на разные-разные темы. Это Бог делает. Мы молимся каждый день за Путина, за Зелинского, за Байдена, за Эрдогена. Мы за всех правителей молимся, чтобы не было покушения. Людей, которые наши принимают, у нас не положено убиливать. Но, альтернативная основа, его берут, а он должен за полгода раньше сказать, я иду, но переодеваться не буду, клятву не принимаю. И уже мать через месяц получила благодарность от командования. И он на кухню, он не ворует, он все делает, как надо. И благодарность. Так мы всем показали, вот как надо работать. Для Бога делать. И Бог мой защитник. Мне другой защиты не надо. И вот вы же, я не знал даже, стоит ли с вами разговаривать, столько у вас препятствий. Но вы оказались... Илья Илья Ильича, конкретнее, мне это надо конкретно знать. Какие именно? Видите, когда вы говорите там о Библии, где-то что-то, все вычеркнуть надо. Это не вы говорили. Это злой дух говорит. Почему? И дальше вы начали уже давать свободу разуму. Разум, сбери тебя с пути. Столько иметь, преподавателем быть, и пойти куда-то в никуда. Никуда. Даже если бы вы конкретно стали каким-то людям определенной верой, конфессии, динаминации, этих слов нету. Есть истина, есть ересь. Ну а как же апостол Павел говорит? Все, что для меня было преимуществом, я почел тщитою. Да. Ну вот для меня было преимуществом преподавать, я почел тщитою. Ну вот вы поч... Так он почел мирское. То, что там было... Религиозное, иудейское, богоизбранное. Иудейское кончилось, все. Все кончилось. А вы, наоборот, все это зная, может быть, видели много недостатков, и куда-то вернуться. И вначале там где-то было... Нельзя этого делать. Сегодня Бог вам позволил слышать, а завтра уже этого не будет. И что будем делать? Что вы мне порекомендуете? Как вернуться? И куда вернуться? Хотите сейчас помолимся? Да, конечно. Значит, я в конце скажу «Аминь». Если вы согласны, скажите «Аминь». Ну я в любом случае скажу «Аминь». Ну сейчас, я помолюсь коротко. Ну если я встану, меня будет... Ну давайте эту встану. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Безчисло я согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Мы согласились вместе воззвать к тебе любящий наш Бог. Косни сердце Алексея. Будь милостив к нему. Не отпусти его из этой жизни без примирения с тобой и с ближними. Такими талантами ты наградил его. И за все будет спрос. Как ты вели, Господи. Благодарю тебя за этот вечер. Хвала Тебя. Слава, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот все. Да благословит Господь вас. Спасибо, Игнатий Тихонович. Спасибо. Спаси Христос, говорят. Спаси Христос, да, от души. Но я вот как привык говорить, да. Спаси Христос, да. Николай, давайте здесь, наверное, завершим. И мы с вами поговорим, да, как вы хотите. Кратко я бы с вами поговорил, если у вас есть хотя бы минут 20. Здесь нужно тогда, как сказать, выключиться, правильно? Я ухожу, да. Игнатий Тихонович, да, вас отпускаем. Спаси Христос. Я нажимаю, ухожу. Да, 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 с Богом. Спасибо. Все, потом вы отрежете, если будете монтировать там и все. Знаете, какой момент? Я бы это, если буду монтировать, я бы вырезал молитву за Украину, за Россию просто длинно. Вы не против? Вы сами делаете, что хотите. Вопрос в том, что узколовое понимание того, как верующий должен относиться к любой войне. Да я понимаю. Я бы тезис его оставил. То есть он же говорил об этом подробно. Но сами молитвы вырезал, потому что это минут 15 просто долго, ну, монотонно. Мне так... Не за это душа какая-то покается. Это на вас уже. Мы выставляем всегда полностью. А, ну, все, не вопрос, не вопрос. Да-да-да-да. Есть контакт. Так, а мы наш разговор будем записывать? Хотите? Записывается, выставляется. Вы не против? Не, не против. Я просто, ну, я тогда в два выставлю. Первый и второй. Как вам удобно. А вы будете одним куском выставлять? Да, прям все. А, все, я понял. Давайте, у меня пишется тут, так что, да. Друзья, раз мы продолжаем разговор с Николаем Астаховым, Николай это тот человек, который свел меня с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Если бы не инициатива Николая, этого бы разговора не было, в принципе. Так что спасибо вам большое, Николай. Спаси Христос. Я начинаю привыкать к вашему языку. Да. Почему спасибо неправильно? Вы знаете? Не, не знаю. Ну, откуда это? Что такое спасибо? Ну, спасибо Бог, вроде так говорят. Ну, а почему Г выкинули? Зачем это? Спасибо, Бог. А, почему Г выкинули, не знаю. Ну, почему Новый год в России отмечается? Вот вы знаете. Это из одного порядка по поле ягоды. А, я тоже не знаю. Не знаю. Вы знаете, что он сначала там в мае отмечался, потом в сентябре, потом в сентябре. Да, 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 да. Ну, так, в пику верующим сделать это. То есть надо затмить Рождество Христово. Что надо? Давайте придумаем Новый год. Будем наряжать этих Дедов Морозов. Притянем за уши здесь святителя Николая. Супер интересные, сверх интересные будем передачи. Эти новогодние огоньки. Все силы брошены на то, чтобы отвлечь верующих от того, что Рождество Христово. То же самое спаси. Спасибо. Выкинем. Спаси Христос. Спаси Бог. Выкинем. Зачем? Ты сказал Христос. Это уже значит, что ты веришь в Христа. Веришь, что Он умер за тебя. Воскрес живет и зовет тебя к святой жизни. А сказать спасибо, ты сказал, оно тебе ничему не обязывает. Это просто фанера на Париже пролетела, ничего нет. Поэтому мы и говорим. То есть это мини проповедь, мини благовестие. Понял. Я просто несколько вопросов вам задам. И потом расскажу кое-что. А вас действительно плакать только. Я не знаю, вас касается это или нет. Вот вы там стоите, священник Сергий Кожевников. Стоит он там, к подобному слетается. Такое же, как вы. Священник Сергий Кожевников. Отец Георгий Лазарев. Вот у вас ролик называется. Священник Сергий Кожевников. Леша, в тебе нет любви. Ролик называется. А, отец Сергий с Кемерово. Конечно. Это синий человек. Ой, мы с тобой знакомы. Ты мне угли собрал, они меня до пят прожгли. Ой, тебе нет любви, Леша. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Ну, это что значит? Вы его обличили, он это не принял по слову Божию. И что с ним будет? Да нет, я просто ему создал, как сказать, такие проблемы, когда приехал в Кемерово. Я там устроил как бы небольшой скандальчик такой. И он говорит, слушай, я тут с кучей людей за тебя переругался. Он в этом смысле. Я не обличаю, в принципе, это не мой дискурс. Вот то, что Игнатий Тихонович обличает, и проклинается, кстати говоря. Я-то считаю о том, что Христос не проклинает. Я основываюсь на... Помните притчу о Овцахо-Козлищах? Это Сурожский меня натолкнул на мысль, что там, где говорится о благословении, Христос говорит, идите благословенно отца моего. А там, где говорится о проклятии, не написано проклятое отца моего, просто проклятое. Из чего я делаю вывод, что в Новом Завете Христос не проклинает. Но это просто разные языки говорения, скорее всего. А что он со смоковницей сделал-то, я не понял тогда, если он не проклинает? Ну, деревья проклинают, людей не проклинают. А это разве не образ того, что с человеком будет, который не приносит плода? Что значит деревья? А это вопрос интерпретации. А вы, как интересно, вы не принимаете православное толкование, златоводство, например, или хеофилакта? Интерпретация. Понятно, что это вопрос понимания. Я вот, Игнатий Тихонович, задал вопрос. Слушайте, у нас интересен с вами разговор. Он сейчас будет не хуже, чем с Игнатием Тихоновичем. Да-да-да. Вот, я задал вопрос из книги Рубского, Иосифа Волцкого и второго, Аммони, кажется, старец Аммони. И мне очень понравился ответ Лапкина. Он сказал, Волцкий это старин древний, все, убираем его просто и все. Так я могу точно так же в этом же ключе сказать, что есть ряд толкований златоуста, которые мне в принципе не подходят. Они жестокие, дышат тоталитарностью той эпохи, и просто мы его снимаем, и все. А почему Лапкин может так делать, а я не могу? Нет, ну там есть дубио, есть спурия. Есть вещи, которые как бы за ним зафиксированы, что это он, а есть, которые как бы это он похоже. Ну и что? Ну вот и есть текст за Иосифом Волцком, зафиксированный, что это он. Но если он не соответствует духу, моего понимания Христа, выкинем этот текст и все. Ну не то, что моего, а то, что он не соответствует общему, да. То есть именно в общем согласие, а в мелочах может быть. А Иосифа, я согласен, это православный Сталин, как его вообще можно цитировать? Что-то он вообще сказал в духе Христа, интересно. Вот сейчас если здесь будет у нас там отец Георгий Максимов или, например, отец Андрей Ткачев, они скажут, что вы не правы. Именно это и есть настоящее православие. И вот тут у нас с вами встанет вопрос. А каково критерии, какие критерии подлинного православия? Оно у всех будет разное. Его нет общего православия, вот в чем дело. Чтобы ни одно место не противоречило друг другу. Так они все насквозь противоречат друг другу. Вот я даже привел два места в Волцке противоречить тому же самому Аммонию. Нет, это отцы, я имею в виду по Библии, чтобы все сходилось. А вот здесь тоже интересный вопрос. Я тоже, Игнать, у нас сейчас с вами будет разбор полетов нашего разговора с Лапкиным. Я процитировал текст из книги «Библия в церкви». Значит, статья называется так. Сейчас можно, сейчас одна секунда, я просто ее открою. Статья Юргена Роллафа «Авторитет церкви и интерпретация Библии. Протестантская точка зрения». И вот со всеми тезисами Лапкин согласился. Я специально так поставил вопрос, ну, немножко, может быть, нечестно было с моей стороны. То есть, то, что акцент на Библию, это скорее протестантская тема, чем православная. Но мне это очень близко в Лапкине. Вот. Это отдельная история. Видите, у нас сейчас получается, мы можем показать неправославную позицию Лапкина. И будем неправы, потому что тогда мы должны будем показать правильную православную позицию, а ее нет. Вот в чем дело. И для меня Лапкин – это типично православный проповедник. Народный, русский, православный. Я такое видел в Малаканстве. Вот эти люди цельные, которые рубят с плеча, которые страдали за веру, у которых есть свое мнение. Вот это люди мне близкие. Я вырос среди таких людей. А сводить их все, он говорит, да, я с этим не согласен, Лапкин, это ерунда полная, это не православие. Правильно делает, я тоже так делаю, как и он. Противоречие на противоречии. Фиг с ними с этим противоречием. Да нет, вопрос-то в том, что Господь нас по слову своему будет судить, а не потому, как мы это слово извратили и неправильно исполняли. Понимаете, вот вы говорите там, Господь не проклинает. Хорошо, за этим что дальше тянется? Как вы живете в связи с этим? Вот он сказал, я с Володским не согласен, это противоречит тому, что в Библии написано. Соответственно, написано, а я говорю вам, вы услышали это? То есть, сказано древним, око за око, а я говорю вам, не мстите за себя. То есть, развернул на стол, он возвел на другую высоту. Сказал, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих. То есть, ты уже не можешь, как Иосиф Володский, рассуждать. Значит, ты, когда, Алексей, оказываешься, и я, когда оказываюсь в этой ситуации, то ты не то, что с Иосифом соглашаешься, ты с Христом соглашаешься, и Христос будет судить. Вот для меня-то это так, вот в чем вопрос-то. Да, так я согласен с вашим тезисом, но для меня Христос это не текст. Вот в чем дело. То есть, здесь нужно копнуть именно, понимаете, вот мы говорим Христос, православие и так далее. Все это есть закрытые ссылки. Мы под этими словами понимаем совершенно разные вещи. Как пирожки внешне выглядят одинаково, у всех Христос, у всех православие. Начинка разная. Вот когда мы вскрываем начинку, то мы видим, что это совершенно разные вкусы. И для меня Христос это не текст. Для меня текст как раз является, по слову апостолу Павлу, смертоносным. И он говорит, мы не служители буквы, но духа. То есть, если у меня, для меня Христос это, ну давайте скажем так, грубовато. Ладно, ну вы скажите свою точку зрения. Вы постоянно применяете Библию не к месту. Да как не к месту? Я вам по Библии отвечаю. Вот я вам объясняю. Вы привели это место. Это относится не к тому, что мы служители этой буквы. Понимаете, жили ветхозаветные. Я вам объясняю, преподаватели, эти вещи. Как можно так? Жили они по букве. И он им пришел и говорит, как вы можете карван говорить? Вам сказано, почитай от своей мать. Ты говоришь, карван, карван, что это такое? Можете ответить? Карван это дар Богу. То есть, я должен был дать это тебе. Ну, отцу и матери. Там деньги, например. Ну, отдам Богу. Это так Господь установил? Да. Да? А? Это Господь установил так, как вы сейчас сказали? Или они так понимали, исполняли неправильно? А я вот не знаю. Это здесь нужно копаться в Верхнем Завете. Не готов я сказать. Я вас посвящу. Давайте. Это интересно. Приходит им и говорит. Вам сказано, почитай отца твою мать и будешь долголетия на земле. А вы говорите, карван. Это он их упрекает, что они неправильно исполняют. Карван это одно. Это ты то, что дар Богу. Ты нечто посвящаешь, как вот десятина. А ты еще посвящаешь там. Был там три десятины в Верхнем Завете платил. Ты посвящаешь Богу. Но это не значит, что родителей ты должен выкинуть. Иди там это. А он не мог зарабатывать. Он уже не может работать. Немощной у тебя родитель. Ты должен почитать его, доходить. Все. До старости. А ты говоришь, нет, я его не буду дохаживать. Вот тебе на. Это Господу я отдам. А ты пошел вон отсюда. Он их как раз обличает в том, что они неправильно исполняют то, что он повелел. То есть ты не можешь сказать одной рукой, враг Голден накорми, а второй миску у него отнять и не кормить его. Он их обличает как раз в этом. То же самое вы сейчас приводите место, что служители буквы. Это как раз вот про это. Что они неправильно когда понимали и делали. Вот что бы делал это. Служители буквы по апостолу Павлу, это уж если вы говорите о контексте. Это первое послание к Коринфянам, где он оппонирует иудео-христианам. И говорит о том, что, ребята, закон кончился. Мы теперь не по букве служим, но по духу. Дело здесь неправильное исполнение, неисполнение. Он подрывает сам принцип закона, что есть текст, который говорит, «Люби ближнего и ненавидь врага», например. Это текст. Но такого нет, именно такого текста, но он как бы наподобие есть. А Павел просто взрывает и говорит, да фиг с ним с текстом, ребята. Какая разница, что написано в Библии, если у меня нет этого опыта. Лапкин в этом отношении более прав, на мой взгляд. Он говорит, да, вы прочитали глупость просто. А Иосиф Волоский тоже глупость. А то, что вы процитировали, так нельзя понимать. И он исходит изнутри своего опыта. И я исхожу изнутри своего опыта. Вот в этом для меня и есть христианство. А вы вязните, противоречит он, не противоречит текст. Бог с ним с текстом. Выкинуть его, сжечь нафиг, да и все. Я практик, понимаете? Я практик. Я живу по заповедям и канонам. Вот в чем дело. По ним невозможно жить. Это то, что как раз Христос в Нагорной проповеди, как я ее прочитываю, в духе Рубского, еще одного еретика, Христос вскрывает невозможность жизни по заповедям. Он доводит до абсурда их заповедей. Вот в чем дело. Когда Христос говорит, вы слышали древним, люби ближнего и ненавидь врага, вот так можно жить. Но любите врагов ваших, так нельзя жить. Христос говорит, что... Почему нельзя-то? Потому что никто так не... Вы можете сказать, человек, который так живет? Мы так живем. Игнатий Лапкин так живет. Я так живу. У нас много братьев, которые так живут. Это сильное заявление. Кстати, совершенно не в духе традиции православной. Потому что православные святые отцы, в том числе Сафроний Сахаров, говорит о том, что неполезно говорить о своем духовном опыте. Он рассказал о том, что видел нетварный свет, и после этого он перестал его видеть. Вот. Так что здесь... И опять же тот же Сафроний Сахаров говорит о том, что по христианству нельзя жить, по христианству можно только умирать. Я не согласен с этим его тезисом, но я просто оппонирую вам изнутри вашей традиции. Посмотрите. Господь говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Это что значит, что он противоречит Павел ему, когда говорит, что не по букве, а по духу? Конечно. Это слова, это поздняя приписка. Христос так не мог сказать. Ну как это не мог? Когда он исполняет, на нем все пророчества исполняются. Он своей жизнью... Это христиане за уши Христа притягивают и пытаются совместить Ветхий и Новый Завет. Лука так делает. Даже апостол Павел так не делает. А первое послание Петра пытается примирить иудаизм и христианство. Но Христос, скорее всего... Видите, в чем проблема? У нас есть тексты евангельские, которые противоречат друг другу. Как бы мы не собирали образ Христа, у нас всегда остаются какие-то лишние детальки, лишние кубики. Мы можем собрать Христа, который не противоречит иудаизму, но тогда останется ряд лишних деталей. Можем собрать Христа, который противоречит иудаизму, и тоже останется ряд лишних деталей. Все зависит от того, как мы его понимаем изначально, еще до текста. То есть я считаю, что мы на текст уже смотрим предвзято, исходя из предпосылок. И христиане ранее смотрели на текст, исходя из предпосылок. И они на ветхий завет смотрят, исходя из предпосылок. Если вы почитаете, кстати говоря, вот это место, на которое ссылается Павел в первом послании к Коринфянам, что Моисей полагал покрывало на свое лицо, то вы увидите, что в исходе, где об этом написано, Павел максимально промахивается мимо сюжета. Потому что Моисей полагал... Вы сравнивали? Просто прочитайте ссылку. Моисей полагал покрывало на свое лицо не для того, чтобы израильтяне не видели, что его лицо перестает сиять, а наоборот. Оно настолько ярко сияло, что он полагал покрывало, чтобы защитить от этого сияния. А Павел говорит, что Павел делает подмену. Павел врет. Он просто работает на тех, кто не знает Писание. А он говорит, Моисей специально полагал, чтобы когда лицо его переставало светиться, люди думали, что оно светится. Это ложь со стороны апостола Павла. Сравните этот текст, его тезис в первом послании к Коринфянам с местом, где об этом написано в книге исхода. Можно открыть. Я вот сейчас второе вам послание к Коринфянам прочитаю. 6 глава, 15 стих. Какое согласие между Христом и Виляром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Я не понимаю, как можно выкидывать все, что касается ревностного исполнения закона. Именно я не говорю про закон, про букву, а духовного закона Нового Завета, который прообразовывает Ветхий Завет, выводит его на другой духовный уровень. Мы уже не младенцы. Мы уже твердую пищу едим и исполнять должны. И как можно это выкидывать? Выкидывать то, что Христос говорит, кто любит меня, соблюдет мои заповеди, а не свои, как там понимает их, по-другому как-то. А какие заповеди давал Христос? Подождите, во-первых, я вас прошу, вы говорите, что Ветхий Завет выводит на новый уровень. А я вам приведу слова Христа о том, что не вливает молодое вино в ветхие мехи. Тут нужно либо мехи выкинуть, либо мы делаем несовместимые вещи. А как вы понимаете мехи? Сейчас я еще последнее вам скажу, а потом про мехи расскажите. Вот Господь говорит, то, что вы делаете сейчас, это вот типичные богословские штучки. Дружба с миром, вражда против Бога. Все, точка. Если вы начинаете сову на глобус натягивать и говорить, что а вот здесь нам удобно, здесь мы сейчас будем танки благословлять, потому что нам церковь дадут открыть, и мы будем молиться, и у нас все будет золото. Я так никогда не говорил. Вообще про танки я в принципе не говорил. Про вас, я говорю. Так, так. Про Володского. То, вы должны понимать, что вы враг Христу в этот момент, когда вы благословляете на то, что Господь запрещал, например, да? И теперь про мехи. Господь говорит, кто хочет идти за мною? Три, рецепт есть, три. Отвергнись себя. Я тут как раз про мехи. То есть тот Адам ветхий, который к тебе, тлени вот это, все, что там с ним связано, твои плотские там вожделения, твои страсти, твои родственники даже, вражду положу между отцом, между домашними твоими. Все это ты выкидываешь в него, твое положение в обществе. Ты был там президент, кто угодно. Далее. Был преподавателем семинарии, там священником. Все выбрасываем. Отвергнись себя. Нет, не то, что выбрасываем. Ты отвергнись себя. Я вижу сейчас перед собой в лице Алексея Чернова, Савла, к сожалению. Да вы мне льстите, мне приятно. Продолжайте, продолжайте. Тоже Савла, к сожалению. Так вот, это вот отвергнись себя. Это мехи вот эти. Новые ты приобретаешь мехи. Возьми крест свой, свой. Не мой, не Игнатия Лапкина, не Христа. Свой возьми. И следуй за мною. Вот мехи новые, я понимаю, именно в том, что ты взял вот это все, ни во что поставил и сказал, господи, а теперь я буду жить, как я должен жить. Я буду таким, каким ты меня хочешь видеть. А вы говорите, ну это мы еще не знаем, каким ты нас хочешь видеть. Конечно, не знаю. А вы знаете, каким вас Бог хочет видеть? Ну, конечно, я читаю Златоустые. Мне это вот так достаточно в жизненных ситуациях. Давайте конкретно по жизненным ситуациям. А я вам приведу слова апостола Павла, что мы ничего не знаем, так как должен знать. А тот, кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает. И знание надмевает, пишет апостол Павел, а любовь назидает. Хорошо, отвечаю вам на это. Кому это говорит? Кто сказал? Кому сказал? Зачем сказал? И когда сказал? Четыре вопроса всегда надо ставить. Что значит, что кому, когда? То есть, получается, Писание работает только в том, в прошлом 2000 лет назад, тогда не надо его читать. А кому говорил Златоуст? Он что, вам это говорил? Он это говорил на площади в Константинополе. Нет, вы меня не услышали. Смотрите. Когда Павел говорит, что живу не я, но грех во мне, да? Он не так, он говорит, не живу. Живу не я, но живет во мне Христос. А действую не я, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех. И когда, что хочу хорошего, то не делаю, а что не хочу плохое, то делаю. Он говорит это не про себя. Он говорит, если толкование мы откроем, он на своем примере, чтобы слушатели не оскорбились, говорит о падшем человеке. До того, как пришел Христос и омыл его кровью. То есть, это такой образ проповеди. Это образ повествования. Я первый раз слышу такое толкование, но оно интересное. Так, продолжайте. То есть, образ повествования. Мы с вами говорим. Вот я с вами говорю. Я там был такой, сякой там. Я блудник. Я похотливый. Да я там это, вор. Я постоянно думаю, как кого обокрасть. Вот эту молитву за Украину там и за Россию, которую читал Игнат Тихонович. Мы там вечно завидуем всем. Сами не каемся по-настоящему, а хотим, чтобы все вокруг каялись. Все земли, которые захватываем, мы хуже им делаем. Мы там те, мы эти. Ну, это до того, как тебя Христос посетил. До того, как ты стал вечерять с ним. До того, как ты стал святым. Вы, род святой, люди взятые в удел, дабы возвещать призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, как ты будешь возвещать, если ты тот грешник? Как что-то, куда ты, Павел, вылез, если ты сам не исполняешь? Иди там сначала начни исполнять. Что ты, вылез, нас учить? Ясное дело, что он повествование выстраивает таким образом, просто чтобы они не кинулись на него. Как он приходит, говорит, по всему вижу, что вы люди набожные, а у них там идовские капища. Ты что, городишь-то? Ты посмотри маленько. Образ повествования. Но у вас есть, говорит, один неведомому богу, один жертвенник. Вот этому-то богу я и служу. То есть, это образ, он как бы на себя примеряет. Он не говорит, что я уже грешник. Он не грешник. Я не буду вам оппонировать, принимается. Хорошо. Просто я поясняю, как я это вижу. У нас очень интересный разговор с вами. Я вспоминаю вот точно так же вот такие вот прям споры на основании Библии. Я в них вырос. Это все было вот внутри молоканства сейчас есть. И мне это так нравится. Я просто испытываю драйв от того, что я говорю с вами. Я правда вам говорю, честно говорю. То есть, вы мне одну метафору, одну цитату, я вам другую. Вы говорите, это надо не так понимать. Я говорю, с чего вы взяли. Вы говорите, ты сам не прав. Вот это все есть бурлящее, традиционное. Это, кстати говоря, вот это чисто русская религиозность. Ну, я не знаю, конечно, как на Западе, наверное, тоже такое было. Вот. Этого практически нет в православии сейчас вообще. То есть, обычно священник вещает, остальные слушают. Но чтобы вот так говорить на равных, используя Библию, этот мир вот этого русского, как сказать, вот этой духовности такой специфической, он был сметен революцией, сейчас его практически нет. А я читал, что в середине 19 века, позвольте, прям маленькую ремарочку такую, в середине 19 века очень часто были такие практики, они отражены в епархиальных ведомостях православных. Ну, она же сдавалась в каждую губернию, это говорит журнал. Ну, вот, что в город или в село, где живут, например, сектанты, там, Малакани, приезжал миссионер православный. На большом пространстве ставились столы, на них, значит, клали Библии. И при большом стечении народа миссионер говорил свои тезисы, ему отвечали, там, Малакани или Баптисты. И вот это был вот бурлящий такой мир. Мне это очень близко. Я бы готов был его возродить, да, вот этот мир. И у нас с вами вот идет такая беседа. Вот смотрите, я тут читал статью, статью о книге Сахая Пятикнижия, Львов. Он пишет о субботниках, но вообще касается этого мира. И он говорит о том, что вот в этих практиках не важно, что мы говорим. Важен сам процесс говорения. То есть я готов говорить с вами часами на отсчет, да. Но мы никогда не согласимся, да и не надо. Главное, что мы просто об этом говорим. Мы как... Важен не процесс говорения, а цель, чтобы мы жили по тому, что написано в Писании священного. Потому что Господь в итоге... Ну пусть так. Чтобы понять, когда на суд Божий предстанете, вам не сказал Господь, Алексей, тебе столько дано было. Ты почему не благовествовал? Что ты там... Зачем ты копался в этих безбожниках? Зачем? Зачем ты этим занимаешься? Иди, благовествуй. Люди не знают элементарных вещей. Христос умер за нас, воскрес и зовет тебя к святой жизни. Все. Вот эти три фразы. Ну минуты не потрать. Иди, людям расскажи. Умирают тысячи голодных в пустыне. Ничего не знают про меня. Ты чем занимался? Копаешься буквоестом каким-то занимаешься? Якобы там свободный какой-то. Ничего нету там. Зачем ты это делал? Вот это не услышать бы вам. Вот согласен я с вами. Согласен. Вы правы. Я понимаю, что все мое богословие есть блуд ума. Согласен. Не могу остановиться, просто мне это нравится. Духовный богословник. Первая Иоанна, первая глава, седьмой стих. Вопросы я вам задаю. Если мы запозим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа отчащает нас от всякого греха. Да, аминь. Теперь вопрос. Вы с кем имеете общение? Вы в общине состоите в какой-то православной? Вот с вами мы сейчас общаемся. Нет. А состою, да, состою. Но неформально. Ну как неформально? Понимаете, имеем общение. Это понимаете? Имеем общение, сидим за одним столом и разговариваем. Это состою, да. Нет, не так. Нет. А Христос говорил о сертификатах, да, каких-то правилах вхождения? Смотрите. У Игнатия Тихоновича Лапкина в России единственное, по-моему, ну нет, подождите, еще Георгий есть от Кочетков, еще у кого-то я слышал. Имеем общение друг с другом. Это что такое? Ты ходишь в храм, молишься, после храма ты приходишь, там собрание. На собрании такие же верные, как ты, оглашенные есть, там кто-то приходит, только присматривается вообще Христос, нужен ему или нет. В основном верные, вы там трапезничаете, а потом разбирается Слово Божие. И если вдруг, как в Каринфской, мы читаем, церкви или у римлян было, если вдруг кто-то упал, ему говорят, брат, смотри, это уже было, вот тысячелетний опыт церкви, вставать нужно так. Вот тебе и пить, и я там этот священник даст, мы в это не лезем. Вот у меня было, я принял крещение, вот я про себя могу рассказать, принял крещение, тут же сатана подошел. Буквально никакого желания священное писание читать, никакого желания молиться. Полгода в этом состоянии продолжал все делать, находясь, вот у нас в скайпе это есть, в общении с братьями, постоянном. Если тебя куда-то понесло, находясь в общении с братьями, постоянно, тебе братья помогут, они тебе скажут, подожди, Алексей, зачем ты туда полез, не надо, не надо тебе, у тебя жена есть, успокойся, куда ты лезешь там среди молодых девиц, там что-то благовествовать, успокойся, ходи, это вот, к пожилым людям, пансионаты есть там эти, больные там лежат, они не могут, а к ним никто не ходит. Приходит попыток, это вот так его покоропить, ты пошел дальше, про Христа ни слова не сказал, иди туда, Алексей, иди, не надо тебе среди женщин молодых. Ну, например, я говорю, да, если у вас нет вот такого общения, ежедневного, скажем так, да, если у вас нет духовника еще помимо этого, то вы, вы просто щепочка в море вот так, вы жертвой сатаны моментально можете стать. Ну, все есть, Николай, все есть, только немножко в другом как бы стиле, после храма ко мне люди домой приходят, мы пьем водку и разговариваем о Боге, это община тоже, да, ну могу я в гости прийти, но обычно ко мне приходят, вот сегодня ко мне придет мой друг, православный, семинарист, он у меня был три дня назад, и мы сегодня будем с ним общаться, завтра еще придут, вот сейчас мы с вами общаемся, ну, виртуальный, если для вас не считается, хотя для меня, например, бывает, что виртуальное общение богаче даже. У меня есть канал «Площадка на Бусти», где мы общаемся там с теми, кто подписан на это пространство, то есть я думаю, вот вы знаете, я когда создал этот канал, то я, слава Богу, не стал испытывать недостатка в общении вообще, вот, ну, а живое общение тоже есть. То есть я был в Кемерово, мы общались там в православном храме, у них интересная практика, в 12 часов, каждое воскресенье они собираются, кушают и потом разбирают, прям открывают Библию, открывают комментарии... Слушай, Таушев есть такой, Илья Чепут? Да, Таушев, архиепископ есть. О, архиепископ, как его зовут, простите, я забыл. Аверки, Аверки Таушев. Аверки, да. Да, и читают, и согласие с ним разбирают, я тоже там у них участвовал, да. Да это не то, я от вас не отнимаю, сейчас услышите меня, я вам не шаблонами отвечаю, поэтому немножко надо прячься, что это будет. Не отнимает от вас никто критического мышления, вопрос не в этом, вопрос не в том, с кем вы там водку пьете и так далее, и с какими священниками. Вон тоже этот Терафим Сашлиев, пожалуйста, я с ним общался, вы тоже с ним общались. То есть, вопрос не в том, кто тебе приходит там и с кем ты общаешься, вопрос в том, как ты свою жизнь выстраиваешь в соответствии с тем, что тебе братья сказали. Ты изменяешь это или ты просто там вот так влетела, вылетела? Вот здесь смотрите, вы меня ставите в такое немножко неудобное положение. Если я скажу, что я изменяю свою жизнь как-то в лучшем случае, а именно это вы ждете, то я тогда поступлю вопреки православной традиции, которая говорит, что я конченый урод и это здорово. Как все святые отцы говорят, но не еретик, я еще к ним добавляю, я еретик. Если я скажу, что не изменяю, вы скажете, ну вот видите, мы так и знали. Поэтому я здесь просто промолчу. Нет, я в отличие от вас никуда вас не загоняю, вот в чем дело. Вы-то как раз пришли лбами тут посталкивать, вы верующего ни с кем не столкнете. Вот говорит, ему с Богом главное остаться. Я вот был, я вам скажу, я был на собеседовании в Московской Патриархии, в Синодальном отделе, к Легоиде, туда, в Патриархии, меня. Так Господь сделал, я туда сходил. Мне говорят, там приходишь, я вам скажу, Вахтанг и Пшидзе, вы можете проверить, кто это такой, я с ним общался. Он помощник Легоиде. Сейчас вместо Легоиде даже много где Вахтанг выступает. И он, вот ты с ним общаешься, как в политбюро прямо. Ваши отношения к такой-то теме. А как вы смотрите на это? А как вы смотрите на это? То есть чисто просто пропагандист. Как допрос такой, как в КГБ. Да. И потом я ему говорю, я говорю, а вот кто бы подсказал нашему президенту-то? Ему вместо Писания не то предлагают. Это как вот, видите, в Библии написано, кто положит душу свою за други свои, нет больше той любви. Я говорю, ну так это же Христос про себя говорил, во-первых. Во-вторых, душу свою положит, а не чужую вытряхнет. Вы бы подсказали, говорю. Там и свою, и чужую получается, да-да. Ага, так, так. Я говорю, вы бы ему подсказали, чтобы люди-то грамотные. Он говорит, так у нас и патриарх так говорит. Я говорю, так. Да, конечно, да. Тоже, как вы. Не, ну патриарху подсказать это не по чину, слушайте, еще патриарху подсказать. Так, вот. И мне говорят, мы тут с вами не сойдемся. Я говорю, мне главное с Христом сойтись-то, а не с вами. Он мне судить-то будет. И все, ну и естественно, я-то не взяли. Вот, Алексей, вопрос-то в чем? Вот, кто для вас Христос? Вот у меня буквально несколько вопросов к вам. Кто он для вас? Зачем он? Да, это вопрос. Мне тут недавно в Телеграм, один, ну как виртуальный знакомый, тоже он подписчик канал, он у меня спросил, так, он говорит, как достучаться до Христа? Я говорю, слушай, Вячеслав, если бы я знал этот вопрос, я бы уже сам, наверное, был Христом. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот, я могу сказать, вы спрашиваете, кто для меня Христос. Я здесь стою тоже перед большой-большой загадкой. Знаете, вот на вас, как сказать, летит большая-большая планета, и она как бы не вмещается в все, что вы про нее знаете, даже не вмещается в ваше представление о Боге. Это что-то принципиально иное. Но оно вам настолько близкое, вы хотите быть с ней рядом, но вы не находите слов, вы теряете в словах. И вы понимаете, что даже слово Бог не подходит, там, Сын Божий, все это не подходит. Вот это вот что-то такое большое, большая личность, жизнь, как апостолы. Помните, Христос говорит им, не хотите ли вы и вы отойти? И Петр говорит, нам некуда просто идти, кроме тебя, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. Да, и вот для меня Христос – это та личность, я считаю, что она живая. Я считаю, что мы можем, как отец Александр меня говорил, то есть делать даже не в учении о Христе, а в том, что христиане могут выйти с ним на контакт. Вот, и личность, которая источает из себя жизнь, мне с ней хочется быть и хочется рядом с ним жить. Если даже мне скажут, что это не Бог, я скажу, ничего страшного, мне просто хочется быть рядом с ним. Вот кто для меня Христос. Не знаю, видите, я как бы не ответил на ваш вопрос, вот, но я не знаю, как по-другому ответить, не могу сказать. Так, давайте я сейчас отвечу, я кто для меня Христос, а вы скажете аминь или нет. Я заранее согласен, я заранее даю вам его считать тем, кем вы считаете, да. Ну, вы ерничаете, это зачем? Да упаси Бог, я вообще никогда, я предельно серьезен, тем более в публичном пространстве. Но вы скажите для меня, Христос для меня, это мой личный спаситель и искупитель. Если бы он не пришел, не взял бы на себя вот этот грех мира, то сатана был бы до сих пор развязан, и я пошел бы в ад. Так, хоть какой я буду праведник, был бы в аду. Христос, он, меня лично, вот стоит образ такой. Господь на меня гневается из-за того, что Адам согрешил. Вот идет гнев Божий на меня с неба. Гнев Божий как? Мы можем любую местописание открыть, посмотреть, как себя вели. Ветхий Завет очень рекомендую всем. Как себя вели люди. Господь гневается, написано, ожесточил сердце фараона. Это что такое? Он не ожесточал ничего. Просто Господь знает наперед, что будет. И уже так было при Моисее. Но, когда он говорит, ты если не отпустишь, то и то с тобой будет. Все, и пошло на него. Пошло, проклятие. Или там Давид изменяет, Версавию берет себе. Урию убил. Умрет у тебя ребенок. Но он его простил. Тот покаялся, его простил Господь. Сразу же к нему приходит пророк, он его простил. То есть, для меня Бог гневается. Это все полностью моя жизнь меняется. Какая работа у меня, жена, дети, родственники. Все у меня меняется от благословения или проклятия. Он у меня гневается. На кресте стоит Христос, вот так распятый. И говорит, Отец, прости его. Прости. Я беру на себя то, что Адам натворил. Дай теперь возможность Николаю Астахову и Алексею Чернову. Дай ему возможность, чтобы он жил свято. Я беру на себя это. И вот этой жертвы хватило на то, чтобы искупить и хватит миллионы галактик. Вот для меня кто такой Христос. Если для вас не так, то вопросы как бы. Как? Для меня не так. Мне вот ваш рассказ напоминает лекцию Антона Тихомирова. Он преподаватель евангелической семинарии, кажется, в Питере. Ну, протестантской. И я был в библейско-богословском институте, в зимнем богословском институте, организованном библейско-богословским институтом апостола Андрея. Несколько лет назад. И он рассказывал, как зарождался протестантизм. И он как раз, нам интересно, показывал даже картинку, как средневековое христианство понимало Христа и Бога. Там стоял человек, а рядом с ним стоял Бог и держал у него, значит, над шеей меч. Это гнев Божий. А рядом стоял Христос и эту руку Божию от себя отвращал. Ну, примерно то, о чем вы говорите, только как немножко по-другому выражено, да. Мне, я понимаю логику этого мировоззрения, но мне оно совершенно чуждо. Я не рассматриваю отца, который, по слову Христа, посылает дождь на злых и на добрых, и любит праведных и неправедных. Вот именно в этом дискурсе гнева. Вот. Я думаю, что здесь есть конфликт. Я думаю, что вообще это представление, оно скорее ветхозаветное, чем новозаветное. Но опять это вопрос трактовки. И если вы скажете, что для меня вот Христос такой, я скажу, что если это вам дает жизнь, если дает вам возможность верить, приближает вас к Богу, то здорово. Но для меня другое. Ну, какой он для меня, я озвучил. Да, это я просто как бы ответил на то, что вы сказали. Да. Я понял. Ну, вы меня просто не поняли. Вот в чем дело. Ну, наверное. Вы меня сейчас затаскиваете в то, что я не говорил. Вот. Ну, погодите. Вы говорили, что Бог гневается. Ну, представьте, что Божий гнев – это меч, который… Господь, ну, вот я теперь поясняю вам. Господь, написано, ненавидит грешника. Не грех ненавидит, а грешника. Грех не существует сам по себе. Да, это в Ветхом Завете написано, что Господь ненавидит. Уже в Новом Завете нигде об этом не говорится, да. В Новом Завете Христос как раз и говорит. А я говорю вам. Нет, нет. Бог послалит на злых и на добрых. Нет. На злых и на добрых. Он любит кающегося. Вот в чем дело-то. А, значит, кающегося. А если не кающегося, то не любит. А кающегося – ты в ад пойдешь. Что тебя любить-то? Ну, вот у вас есть дети? Нет пока. Вот. Ну, у меня пятеро детей. И я люблю их всех независимо от того, как они себя ведут. Я, конечно, пытаюсь их сделать так, чтобы они вели себя. Ну, так как мне бы хотелось. Но они ведут себя все по-разному. И я их все равно при этом люблю. Ну, на каком этаже живете? Еще раз. На каком этаже живете? Ну, я у меня частный дом. На первом. Ну, если вы на небоскреб пойдете, на 25-й этаж, и один из них шагнет, он упадет, умрет? Или он живой останется, ангелы его понесут на руках? Как будет? Ну, это риторический вопрос. Ну, какой? Как это? Конкретный вопрос. Нет. Видите, а сейчас вы меня затягиваете в свою парадигму. Нет. То есть вы хотите... Он шагнул, упал и умер, правильно? Ну, почти 100% умрет. Господь вас любит, вы говорите, независимо от того. Ну, ты духовные законы, если нарушаешь, написано, что смертью умрешь. Все. В Христа не признаешь своим искупителям. Написано, кто не исповедует, все. Это значит, что он тебя не омывает уже. Сейчас вы хорошо озвучили. Вот это словосочетание «духовные законы». Это, на мой взгляд, вот такое представление о мире и о Боге, как бы повязанном духовными законами, это, на мой взгляд, это, ну, как сказать, некорректно так говорить. Почему? Потому что здесь мы видим, как выстреливает языческое, дохристианское представление о космосе, как о детерминированными законами, ну, связанными законами. Вот. И Бог тоже связан этими законами. Я-то считаю, что духовная жизнь, она как раз в этом отношении, как бы аномично, номос закон, беззаконно. И об этом пишет апостол Павел, когда Христос упразднил закон. Не в смысле ветхозаветный упразднил, а на его место поставил новозаветный. Если так это понимать, то и в первом, и во втором случае структурно ничего не меняется. Просто появляется новый закон. А я думаю, что Христос упразднил сам принцип закона. В духовной жизни таких законов нет. То есть, я просто не понимаю, как так можно жить-то? Вот у вас вообще никакого нет ориентира, понимаете? Как для меня закон духовной жизни, это то... Вы структурно законник. Я законник, а вы, значит, беззаконник. А я беззаконник. По апостолу Павлу, аномия, беззаконие, да. Вот, да. Но только тут надо понимать дальше, как мы действуем. Для меня это просто дорожные знаки. То есть, сюда не ходи, сюда ходи. Здесь смерть, здесь жизнь. Все. А как вы так живете, я не понимаю? Конкретной ситуации, например. Конкретная ситуация для меня является развертыванием конкретной воли Божией. И я в разных ситуациях поступаю по-разному. Я скажу так, что, как говорил Христос, немножко это будет сейчас с моей стороны так дерзко звучать, да, он говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть, я исхожу из своего восприятия Бога. Я думаю, что, ага, Бог здесь, наверное, вот так себя так хочет видеть. А может быть, здесь вообще никакого Бога нет. Вот, то есть, я живу, ну, как естественно, по наитию, можно так сказать. Руководствуюсь скорее восприятием, чем законом. Да, мне чуждо понимание. Я пробовал жить так, как вы живете. Я об этом учил в семинарии, когда преподавал. Читал работы Харужева о том, что, да, у Харужева есть книга, называется «К феноменология аскеза», где он говорит о том, что святые отцы там выработали «Арганон», «Свод законов». Вот, ничего подобного. Духовная жизнь, она по другим принципам строится. У меня вообще может быть никаких принципов нет. Это вам не погода. Ветер падал туда, значит, будет то-то. Это туда, значит, будет то-то. Нет. Это я понял ответ ваш. Римлянам, 3 глава, 20 стих. То, что вы говорите насчет упразднения Христов закона, это ответ вам, что делами закона не оправдывается перед ним, с большой буквы, никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть, закон, когда был дан, я не знаю, вы реально это не понимаете, или он был дан удерживать вот этого ветхозаветного дикаря от совершения грубых грехов. Но исполнить его невозможно было. Все эти жертвы, жертвы повинности и так далее, там, что их перечислять. Все это было для того, чтобы человек понял, что он не может исполнить этот закон. Не может никак. Он постоянно где-то ошибется. Тут приходит Христос и говорит, «Господа, товарищи, ребята, друзья, братья, все, нету закона. Я беру на себя это дело. Я его исполнил. Теперь вы живите свято. Все для этого. Благодать Духа Святого даю вам». Согласен. Вот это мне близко. Я так и пытаюсь жить. Но только вопрос в том, что внутри того, что Христос сказал, там же есть правила определенные. Одно правило. Одно правило, согласно Евангелия Теану. Западь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Любите Бога и делай, что хочешь. Нет, больше никого. Да, да, да. Вот, вот. Люби Бога и делай, как Августин. Я думаю, что вряд ли он такое сказал. Ну, приписывают ему, по крайней мере. Ну, это можно, только понимал бы каждый правильно. Вот вы, например, без бороды там. Ну, ладно. Ну, ладно, это опустим. Ну, без бороды, да. Я еще угадал, слава Богу, что это, надкосоворотку с закрытыми одеть. Как вот Бог никогда не одевал с закрытыми воротниками. Мне неудобно так. И тут Бог... Вот вы говорите, как ты живешь. Я говорю, руководствую восприятием. Бог мне сказал, слушай, одень косоворотку. Никогда в жизни ни на одном эфире я не одевал косоворотку. Вообще. И тут я подумал, а почему бы нет, Игнатия Тихоновичу, наверное, будет приятно. И он говорит, вы мне импонируете, вот у вас закрыт, все правильно. Я на всех эфирах с открытой косовороткой. Ну, с открытой косовороткой. Чтобы Игнатию Тихоновичу приятно, а чтобы Богу было приятно. Наверное, воля Божия здесь совпала с волей Игнатия Тихоновича. Синергия произошла. Вы опять ерничаете. Смотрите, вопрос не в этом. Почему закрытый воротник? Вы почему вопросов не задаете? Зачем это? Не знаю, зачем. Для меня это просто, ну, как сказать, такая дурная ритуалистика. Но я не стал об этом говорить Игнатию Тихоновичу. Вот, видите, вот потому что духовный смысл не понимаете, поэтому... Да, какой духовный смысл? Ну, духовный смысл, когда у тебя грудь видна, волосатая, какой? Не знаю. Ну, как, не знаю. Маленьше представьте. Вообще не знаю. Я могу даже эфир в бане провести. Ну, верх может быть открытый, спокойно, да. Я не знаю, какой вы это может быть открытый. Вопрос-то в плодах. Какие плоды приносит это? А какие плоды, если у меня открыта грудь? Не знаю. У кого-то может вожделение какое-то в ваше отношение возникнуть. Я никого не возбуждаю вообще. Я безопасный. Вы так думаете? Это вы так думаете? Есть определенный образ, который мы формируем, в том числе по внешности. И если у вас, например, борода, вот как у меня, к вам уже не подойдет там 100% или там 99,9% женщин, которые могли бы подойти. Я могу вам после этого сказать. Я знаю очень много женщин, которым нравится именно бородатый мужчина. Да, и вот с такими усами еще. И с такими усами. Они говорят, нам нравится, как вы щекочите нос. Да, я реально так. Это все. Они быстро отлетают, когда начинают жить рядом с такими людьми. Вопрос в том, что внешнее очень сильно влияет и отображает внутреннее. И мы делаем все, чтобы не мешать Христу действовать в жизни нашей и через нас. Вот вопрос в чем. Я тоже так стараюсь жить. Я согласен с вашими тезисами. Это не то, что я там дремучий какой-то старобрядец. Нет. Я и поясок ношу. Почему? Ну, в Библии сколько, сотни раз упомянуто про то, что припаяшьтесь. И один раз только про пояс в плохом смысле, что распоясались написано. Почему священники все в пояс носят, а миряне не носят? Это собранность. Это отличает тебя от мирских этих безбожных людей. Человек видит, я вам могу сказать, Алексей, так. Через бороду и через поясок очень много людей уже ко мне обратились. И узнали о Христе. Вот вы правы, на сто процентов правы. И я вижу в этом свой недостаток. То есть так как я одеваюсь, это похоже на всех остальных. И нет отличительной черты у канала. А вот люди ведутся на что-то такое, ну как сказать, другое, иное. И вы правы, я тоже. Вот я сейчас в косоворотке думаю, слушайте, а может мне вообще канал назвать, например, Картуз? И все время выступать так. И будет эффект больше. Вы правы. Сто процентов. Вопрос в том, что дружба с миром, вражда против Бога. Это во всем выражается. Я использую, вот у меня айфон предположим. Ну, я бы мог и каким-нибудь христианофоном пользоваться, но его нету. Но это меня не отличает. Мне нужно что-то, на что я буду снимать. Мне нужен компьютер там, чтобы монтировать. И это нормально, тут никаких нету. Мы там паспорта все имеем и так далее. Игнат Тихонович лично катакомбников, ну как, своим словом любви в 80-е или в какие-то годы, он сказал, принимайте паспорта спокойно. Это никакой не антихрист. Он их убедил, целые эти люди, много людей перешло, нормально все, отрезвились. Но это, понимаете, вопрос в другом. Что через вот это внешнее даже, если ты такой же, как они, если ты ходишь в галстуки там, в офис, в рубашечки там, в пиджаках в этих, это тебя характеризует, они свой чужой маяк сработал, ага, все, это такое же, как мы. Значит, априори, то, что ты говоришь, у них не будет оставаться. Мы это не воспринимаем, потому что ты такой же, как мы, в тех вещах, которые нам принципиальны. Ты точно так же покуришь, ты точно так же водку попьешь со мной, ты точно так же там сматеришься, ты точно так же там мимо нищего пройдешь. Мы вообще не видим никакой разницы. Вот в чем дело-то. А внешне-то мало. Ну мало ты, возьми, займись своей внешностью. Ты увидишь, насколько это немало, как жена у вас там, окружающие там. Просто исполни то, что Господь говорит. Не порти края броды. Слушайте, вы абсолютно правы. Я с вами, я даже вот здесь не буду вам оппонировать, я с вами полностью согласен, полностью согласен. Мне вчера Игнать Тихонович такое про вас написал, я вздрогнул даже. Ну озвучьте, интересно. Я озвучу, ладно, вы мне еще хотя бы на пару вопросов ответьте. Смотрите, минут еще десять у нас норм. Николай, смотрите, если вы хотите, мне очень нравится с вами разговаривать, если вы хотите, мы можем еще потом, в другой день поговорить. Вообще, то есть мне, ну, мне в радость такие разговоры, честно вам скажу. Потому что я чувствую, что, ну, как сказать, вот у нас, знаете, как идет такой перепев. Вы свою линию, я свою, это здорово. Мы как бы вот не в одну ту дудуем, а мы друг друга, это интересно. Такая многоголосица религиозная. Мне это очень нравится. То есть я готов с вами разговаривать, вот, Господи, ну, каждую неделю спокойно готов с вами разговаривать. То есть если вам, вот смотрите, вот вы мне как написали про Лапкина, и я, то есть, и вообще, если бы вы не написали, я бы ему, ну, я бы откладывал потом-потом там все это и так далее. То есть вы мне пишите и говорите, Леша, там, давай там, тогда-то вообще я с радостью, с Лапкиным, с вами, может быть, еще кто-то у вас там в общине. С великим удовольствием, да. И все это будет выкладывать на канал, если можно. Хорошо, мы тоже все. Да, а вы будете у себя выкладывать. Вопрос не в этом. И все время буду, если я буду дома выходить, то я буду вот так, ну, как положено, в рубашке там все, да. Так, давайте еще пару вопросов. Ну, минут 10, Николай, ладно, чтобы я... Нет, у меня тоже времени абсолютно нет. Мы сейчас тут столько работы. Ну, просто понимаете, вы всегда не забывайте добавлять, как апостол Павел ошибся один раз, ему Господь показал, что натворил. Он потом всегда добавлял, если жив буду, и Господу будет угодно. Я почему сегодня настоял буквально Игнатий Тихонович и уговорил с вами поговорить. Уговорил буквально, он говорит, и нету смысла. Я вам зачитаю сейчас, что он прислал. Вот, зачитайте. Я сейчас это... Потому что вы можете не проснуться завтра, вот в чем дело. И я тоже. И поэтому вам важно услышать сегодня то, что я вам, то, что вам Игнать Тихонович сказал. Вот в чем дело-то. Вы в итоге в храм-то ходите в какой-то или нет? Да, конечно, в православный храм. И посты соблюдаете, да? Посты нет. Посты не соблюдаете. Так, все, вопросов больше нет. А в системе провествуйте? Еще раз. Благовествуйте о жертве Христа кому-то? Благовестием занимаетесь? Не вот это, богословские вот эти все перепутия. Просто в простоте выйти людям, простым на улице, подарить Евангелие, сказать... Нет, так не делаю. Честно скажу. Вот в поезде могу говорить о Боге. В такси, когда таксовал, с людьми разговаривал. Самолетом, когда летел со мной, с левой стороны летела женщина-звидетель Егова. Я с ней разговаривал. А справа просто летела женщина из Кемерово. Вот так могу. А вот выйти на улице Евангелие подарить не могу. Понятно. У нас есть, кстати, Александр Борцов такой, у него канал тоже есть там. Даже, по-моему, больше, чем у вас, подписчиков уже. И он этот, православный таксист, так называемый. Он прям в такси постоянно людям блестует. Бросались. Кстати, такси очень хорошее пространство для разговора. Да, я таксовал давно, год на три назад, но я помню, этот опыт мне нравился. Я всегда... Ну и не то, что там, ребят, давайте поговорим о Боге. Просто сам разговор как-то он к этому сводится, да. Да. Так, ну все, зачитываю теперь вам, Игнат Тихонович, что вчера написал. И заканчиваем. Смотрел его много раньше. Так мне помнится. Посмотрел полностью тут первый и третий ролики. Это там я им прислал, где последние ваши, вы у реки где-то там стоите. И с этим священником Сергием Кожевниковым. Отец Сергий, если вы нас смотрите, обратите внимание, что вас тоже смотрят люди в Барнауле. Я хотел Игнатию Лапкину вас написать, кто вы такой. Ну а выяснилось, что он вас смотрел раньше. Вот чем было. Это мне очень приятно. Он про вас читал, он за вас молится там и прочее. Но говорит, только плакать о нем. Дальше читаю. Вывод. Ему ничего не нужно. Он уже определил свою будущность в вечности. И ничто не удержит снова и снова прыгать через борт в море. Вот это мычание москвичей, самолюбование пустотой сделали его невосприимчивым никакому лекарству. Он сугубо мертв. Исайя 47.10 Ибо ты, надеясь на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твое и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто кроме меня. Исайя 28.7 Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Ну тут про вашу водку можно вспомнить. Я-то не знал, что это. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином. Обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Римлянам 1.22 Называя себя мудрыми, обезумели. 1 Коринфянам 1.19.21 Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнул». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Дальше пишет Игнат Тихонович. Он кощунствует и обворовывает временем. Я ему не в помощь. Да он в этом и не нуждается. Он не молится и прогневал Бога. Может быть, уже похулил Духа Святого и крошечным, молекулярным своим умишком, размышлением безумствует. Святая Библия для него не авторитет. Тогда зачем я ему нужен? А он мне и подавно. Рафинированный до блеска мирской ум и горе от такого ума. От 4 утра до 16.00 по Москве я в интернете. Потом я ему написал, что надо поговорить с человеком. Может быть, Господь что-то ему откроет через это. И мы связались. Ну, как вы примете, я не знаю это, но вот так. Я приму это как слова от Бога. Опять же, я часто говорил на канале, что есть псалом. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. То есть мне приятно. Во-первых, мне приятно, что Игнат Тихонович потратил свое время на сегодняшний разговор и вообще потратил, посмотрел что-то обо мне. То есть я-то думаю, что нас особо никто и не смотрит. А во-вторых, то, что он высказал свое мнение, мне это очень приятно. Честно. Я всегда ценю честность. И ценю вот эти обличения. Потому что в наше время, во время либерализма, когда никто друг другу ничего не говорит прямо, такие слова, они на вес золота. Я благодарен ему. Я вот говорю. За вас полица Ксения Юрова такая. Она у вас тоже иногда. Я благодаря ней узнал о вашем канале. И я теперь о вас молюсь. Игнат Тихонович будет молиться. Спасибо. Вот в том, что... Друзья, я честно вам скажу, вот просто от души спасибо. Да, честно. Я вас... Ну, я попрошу вас, вы как-то пересмотрите, может быть, внимательнее что-то выпишите себе из этой беседы. И увидите не зашоренное христианство какое-то там, а увидите свободу именно во Христе, но при этом отсутствие свободы для греха и сатанинского действия в нашей жизни, которые мы блюдем именно через соблюдение заповедей. Вот и все. И те противоречия, которые вы якобы видите, ну, которые вы видите, да, с вашей точки зрения, прямо по местам Писания, выпишите себе и выходите на Игната Тихоновича. Мы вот так же будем встречаться. Или я там, и Вячеслав Семенов может отдельно. Ведь Игнат Тихонович каждый день принимает звонки. Прямо выпишите себе по темам. Не вот это вот лбами там с Иосифом сталкивать, а прямо по Библии. Вы говорите, там противоречия, вот и давайте по ним пройдемся. Это будет, мне кажется... Хорошо, я понял. То есть про таким библейским. Хорошо. Но я в любом случае буду через вас выходить. Я буду вам писать, а вы там время назначать. Хорошо? Вы можете спокойно выходить с 4 утра до 16.00, Игнат Тихонович, напрямую. Я просто первый раз соединил вас, а так он ни от кого не прячется. Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, Христос, у вас за беседу. Спасибо, Христос. Да. Это, Николай, вы мне скинете, да, исходник? Вам несложно будет скинуть? Ну да, он здесь в чате появится, вы галочку нажмете. А, я смогу скачать, да, получается, просто, как обычно? А, все. Все, спасибо. Спасибо, Христос. Да, спасибо, Христос. С Богом. Да. Так.